Народная славянская радио Всем здравия, с вами Народная славянская радио Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 июня 2016 года, вторник По одному из старинных 17 день ветров, 7500, 24 лета, пятница И мы начинаем живой эфир с Захаром Белевским Арирадом Который будет посвящен женскому здоровью Здравия тебе, Арирад И вам здравия Хорошо, мы выходим с опоздания Мы сейчас на часиках студии 20 часов 46 минут по московскому времени Технические проблемки были устранены Посмотрим, как сейчас будет наша техника себя вести Ну что ж, давай сразу начнем, не откладывая эту интересную тему Женское здоровье Почему ты решил в этот раз поговорить о женском здоровье? Все-таки разговаривает здесь мужчина и вдруг женское здоровье? Ну, женщины, во-первых, это наше все, можно так сказать И я обратил внимание на то, что в своих эфирах мы как-то упустили вниманием эту тему Кое-как иногда об этом говорили, что-то упоминали Но в целом более подробно никогда не разбирали Поэтому я считаю, что очень важно Тем более, согласно статистике, женщины не то, что болеют А гораздо чаще и более пристально следят за своим здоровьем, нежели мужчины И наверняка у них вопросов относительно своего самочувствия и здоровья Несколько больше, чем у нас И считаю, что необходимо ответить на эти вопросы Рассказать что-нибудь Представить видение ситуации со здоровьем женщин С точки зрения народной медицины Потому что оно отличается во многих моментах От традиционного представления о женских заболеваниях и так далее И также, почему считаю эту тему очень важным Потому что в своей практике, сталкиваясь с женщинами Которые проходили лечение в классических больницах, поликлиниках И последствия довольно часто были не то, что плачевными Но удручающими Женщинам приходилось годами Иногда и десятилетиями мучиться от каких-то заболеваний Которые устраняются в течение месяца терапии И, честно говоря, дико на это смотреть Когда получаешь такого пациента Который всю жизнь мучается какими-то болями Специфическими, еще чем-то Пьет массу каких-то таблеток, фунгицидов, антибиотиков и так далее И проблему свою не решает При том, когда начинаешь лечить народными способами Традиционными народными способами Даешь какие-то элементарные процедуры То болезнь уходит и зачастую сама собой И люди удивляются Неужели так просто? Неужели это все на поверхности? Зачем же применять химию? Зачем какие-то болезненные процедуры? Систематические обследования и так далее Иногда просто горько на это все смотреть Поэтому считаю необходимым поговорить об этом Рассказать, объяснить, разъяснить Ответить на вопросы Собственно говоря, тема нашей сегодняшней передачи Она недалеко уходит от остальных Потому что мы также будем говорить о здоровье живота О здоровье человеческого организма Мы будем говорить о тех же самых наших основных врагах Это вирусах, грибах и простейших Но в контексте женского здоровья И применительно к тому Как это происходит у женщин К каким последствиям может это приводить И каким образом можно это устранять Алексей В общем, ты выступишь сегодня как защитник женского здоровья И расскажешь, что не все так однозначно в классической медицине Что иногда следует обратить внимание И на то, что называется народной медициной То есть знахарством, целительством и так далее Ты знаешь, не то, что защитник женского здоровья А просто я хочу подсказать, возможно Как в этом направлении лучше действовать Потому что женское здоровье зачастую Это бывает у самих женщин, это какой-то табу Когда у них там болит живот Когда у них там что-то с сердцем, с почками и так далее Они приходят целителем, знахарем А вот какие-то женские проблемы У них, я не знаю, в сознании Может быть, как это туда закладывается Мне доподлинно неизвестно Но они считают, что это такая вещь, которой нужно обязательно идти к гинекологу Которая нужно обязательно идти к мамологу И у нас существует масса таких суеверий, можно сказать, социальных Что если у тебя болит грудь, трогать ее нельзя ни в коем случае Обязательно нужно там что-то выпить Какую-то сделать таблетку К ней не прикасаться, обязательно пойти к мамологу Вот мамолог посмотрит, посмотрит, посмотрит Будет смотреть до тех пор, пока не напишет направление к хирургу Точно так же и с какими-то гинекологическими моментами Женщины живут, получают климактерические расстройства Начинают угасать и считают Вот что самое дикое Считают, что это нормально Когда приходит пациент Пусть даже и первоначальный его запрос не связан Женщина, пациент приходит И ее первоначальный запрос не связан с женским здоровьем Допустим, он жалуется на какие-то боли в животе На какие-то другие моменты Но при вопросе, менструирует ли она или нет Она абсолютно нормальна В возрасте 46-53 лет Говорит, что нет, что уже все И для нее это нормально Как будто бы закончился какой-то определенный период ее жизни И теперь у нее нет мечных И это хорошо И это правильно На самом деле это ужасно Когда те специалисты, которые обязаны По роду своей деятельности следить за женским здоровьем Они в женских консультациях Женщинам говорят и уведомляют их о том Что ну вот у вас начался климактерический период Значит все И ничего с этим поделать нельзя Вот начались приливы Ну вот какие-то таблеточки вам от приливов дадим Это просто душегубство Иначе это назвать нельзя Потому что Грубо говоря Спустя неделю Ну две терапии Когда у женщин проходят приливы А приливы могут проходить при правильном работе с животом Правильной сопутствующей терапии В течение там буквально двух-трех сеансов Женщина забывает о том, что такое приливы Когда снова в определенный цикл У женщины появляются месячные заново Она не верит Не понимает, что с ней происходит Она вот в последующей Когда у женщины Ну бывало такое, что и Несколько лет не менструирует уже И тут у нее начинает идти месячный Она пугается, она думает, что у нее там что-то произошло И такие случаи были И женщины не верили своим глазам Когда после 60 у них начинали идти месячные Вот И возвращался цикл Они не понимали вообще, что происходит Им уже давно, десятилетия назад поставили приговор Что все И тем не менее Наш организм Не наш организм Организм женщины Он способен Вести полноценную гормональную жизнь А прекращение месячных Это климакс связан именно с изменениями в эндокринной системе Так вот При помощи традиционной народной медицины Возможно восстановить этот гормональный баланс Восстановить работу эндокринной системы И в этом случае мы получаем возвращение Возврат функциональной способности женского организма И он начинает вести здоровую Можно сказать Вот Гормональную жизнь Женщина начинает менструировать Она снова приобретает способность Зачинать И наше Другое дело Что с точки зрения современной медицины Опасно рожать Там после 40 лет Иногда говорят Там 35 Это уже старородящие женщины Считают Что в этом возрасте Женщина может родить уродов И так далее И так далее Опять же Это определенные социальные медицинские предрассудки И С нашей точки зрения С точки зрения Опять же повторяюсь Народной медицины Это Я не буду говорить слово Абсолютное зло Но это Конечно Достаточно неприятная ситуация Упускают Тот момент Что женщина Допустим К 35 К 40 Годам Может быть Организм женщины К этому возрасту Может быть отягощен И Хроническими вирусами Там И с инфекционными заболеваниями И острыми вирусными Инфекциями Там И чем угодно И хроническая интоксикация И Вследствие этого Беременность может протекать тяжело И В окончании беременности Может родиться Плод с какими-то аномалиями Но Не вследствие того Что женщина имеет Определенный возраст А вследствие просто Отягощения организма К этому возрасту Получаются Вот такие вот Аномалии И вот Об этом во всем Я бы хотел поговорить В сегодняшнем эфире Я бы хотел получить От наших слушателей Обратную связь Хотел бы получить Их вопросы Понять что их Больше всего интересует Куда бы направить эфир Потому что тема Огромнейшая Говорить можно В принципе Любую Болезнь Женской репродуктивной системы Можно разбирать Достаточно Доподлинно Очень Продолжительно И Мы начнем Потихонечку Начнем Разбирать С болезней груди Вот Какие ситуации Бывают у женщин по груди Как они Регулируются Как происходит Восстановление Функциональных способностей Как происходит Происходит восстановление Здоровья Женских молочных желез И потихонечку Перейдем К репродуктивной системе К мочеполовой системе Поговорим о ней Ну вот В общем Все ниже и ниже и ниже Будем спускаться Да И докопаемся до истины А где у нас истина А вот и разберемся Ну что ж Давай с этим Мы будем разбираться Что там у нас Сверху сначала Давай Давай поговорим О молочных железах Вот давай Не вдаваясь В подробности Всякие там Термины и так далее Я скажу так Что зачастую Ну в основном Если женщина приходит С проблемой Молочных желез Она всегда жалуется На боли И на наличие Каких-то уплотнений В молочных железах Очень часто При этом Женщина опасается Что это может быть Какое-то злокачественное Образование И так далее В большинстве случаев При этом Женщинам предлагают Сделать там Либо биопсию Либо вообще Даже без биопсии Сразу же Можно бы Вырезать это Образование Удалить грудь Вот И Что мы можем Сделать Как вот Прежде всего Нужно понимать Что Правильно Обследовать Грудь Уже Большая часть Половина Дела Половина Лечения Болезненная Грудь Она может Быть Образно говоря Болезненной По-разному Если При осмотре Груди То есть При ручном Таком Легком Обдавливании При пальпации Мы обнаруживаем Что внутри груди Есть Такое Настолько Плотное И можно сказать Даже такое Тяжелое Уплотнение Как камень Это Вот Именно Такое Очень-очень Твердое Плотное Уплотнение Может говорить Об Именно Онкологии Злокачественной Если Мы При Обдавливании Пальпации Груди Обнаруживаем Что Там есть Такое Мягкое Иногда Даже Рыхловатое Образование Не то что Мягкое Но средней Плотности Но не Каменное То Здесь Ничего Опасного Нет Ничего Сложного Нет Такое Образование Можно Обдавливать И оно Хорошо Обдавливается С него Обычно Хорошо Уходят Болезненные Ощущения При Обдавливании С уходом Болезненных Ощущений Уходят И сами Боли Которые Переживает Женщина Бывает Еще При Пальпации Груди Под пальцами Ощущаешь Такое Как Пузырь Не то что Как пузырь Как такое Цистное Образование То есть Пузырь Заполненный Жидкостью Это Тоже Нужно быть Достаточно Аккуратным Потому что Это Может быть Какого-либо Рода Киста Воздействовать На нее Если Вы Не Являетесь Специалистом Лучше Не Нужно Конечно Здесь Можно Применить Пиявок И так Далее Но Очень Важно Понять Какого Рода Это Образование Доброкачественное Или Злокачественное Потому что Так Бывает Что Кисты Не Перерождаются Получается Злокачественное Образование И Если Мы На начальном Этапе На Злокачественном Образовании Будем Воздействовать Пиявками Ничего Хорошего Из этого Не Будет Растворим Естественную Оболочку И Все Может Произойти Очень Быстро Резкое Осеменение Организма Здесь Не Нужно Поэтому Если Образование Либо Очень Плотное Либо Очень Мягкое Похожее На Пузырь Внутри То Лучше Сделать Исследование Которое Бо Позволило Четко Увидеть Что За Образование Внутри И Вот Здесь Я И При Помощи Этих Следований Нам Гораздо Легче Двигаться Дальше Понимать С чем Мы И И Правильно Выбирать Форму Лечения Потому Что Не Всегда На Начальных Этапах При Помощи Функциональных Диагностики Можно Определить Природу Образование Злокачественное Доброкачественное Чуть Позже На Начальном Этапе Достаточно Сложно Так Вот Первый И Третий Из мной Описанных Субъектов Мы Не Будем Разбирать А Остановимся На Втором Тогда Когда Образование В груди Имеет Достаточно Рыхловатую Мягкую Неплотную Консистенцию Это Такое Можно Сказать Фиброзное Уплотнение И С ним Мы Будем Работать Будем Его Разбирать Подобное Явление Наблюдается В 90% Случаев От Общего Количества Болезненности Груди Значит В чем Причина Возникновения Подобных Образований Подобные Образования Возникают Всегда Тогда Когда У женщины Есть Проблема С яичниками Чаще Это Одноименный Яичник Но Бывает Что И Разноименные Яичники Здесь Существует Висцер-висцеральная Связь То есть Связь Между Органами Между Молочной Железой Между Яичниками Плюс Ко всему Оба Этих Органа Являются Частью Эндокринный Систем Молочная Железа Яичник И Какие-либо Нарушения В работе Яичника Либо Это нарушение Кровосновжения Либо Как-то Напряжение Области Приводят К определенным Последствиям Молочной Желези Первое Что мы можем Сделать И первый Шаг С чего Начать Лечение Оздоровление При подобных Ситуациях Это Конечно Как я уже Говорил С правильной Диагностикой Точно Убедиться Что Образование Такое Рыхловатое И При легком Надавливании На него Легко Находим Такую Болезненную Точку Легчайшее Надавливание Которое вызывает Первую боль Нужно убедиться В том Что боль Уходит И как только Нам Женщина Говорит Что да Боль постепенно Уходит И уходит От надавливания Мы перемещаемся Всю область Все Вот это Уплотнение И зачастую Так бывает Когда Даже на первом Сеансе Обдавишь Грудь Обдавишь Все это Уплотнение То болезненность Уходит Практически На 90% Женщина Грудь Перестает Болеть Так Болела Раньше До Вращения Многие Женщины Говорят Что Какое чудо Случилось И так далее Они чуть Грудь Не отрезали Что мы Можем Делать Дальше Когда мы Убедились И поняли Что Болезненность Уходит При Обдавливании Мы Не то Что можем А Очень важно И нужно В этом Случа Восстановить Капиллярное Кровоснабжение И Улучшить Лимфоток В области Самой Молочной Железы Для этого Мы Создаем Образно Говорят Гематомы Вокруг Молочной Железы И На Самой Молочной Железе Делать Мы Это Можем Пойти Он Разом Но Прежде Всего Здесь Можно Начать С прокатывания Складочки То есть Пальчиками Берем Кружу Вокруг Грудья Обкатываем Первичное Такое Действие Потом Можно Использовать Различные Скрипки Для того Чтобы Вышкребать Пространство Вокруг Таким Образом Мы Травмируем И Травмируем Уничтожаем Плотные Жесткие Капиллярные Сосуды Которые Находятся Вокруг Молочной Железы Тут Появляются Первые Синички Уже Затем После того Как мы Вышкребали Скрипочком Пространство Вокруг Молочной Железы Мы Можем Переходить Уже Непосредственно К самой Потихонечку Без Сильного Нажатия До ощущения Легкой Болезненности Вышкребаем Это Я говорю О первой Процедуре Последующие Процедуры Могут Происходить Уже С увеличенным Нажатием С увеличенным Давлением Ну а первые И вот Скребочком Легонечко Проходим Вышкребаем Всю грудь От соска К периферии Потихонечку Потихонечку Чтобы Вся Поверхность Груди Приобрела Такой Красноватый Оттенок После того Как мы Хорошенько Обработали Всю и Около Грудную Поверхность То есть Около Молочной Железой Поверхности Саму Молочную Железу Мы уже Можем Приступать К работе Либо С банками Либо Ну На первой Процедуре Это конечно Будет жестко Но я об этом Упомяну Можно использовать Ударно-динамический Массаж На самой Груди Ударно-динамический Массаж Если кто не знает Это Ну Образно говоря Вышлепывание Вышлепывание Молочной Железы После того Как мы Вышлепали Молочную Железу После этого Мы можем Поставить Баночки Банки Мы ставим Так же Но единственное Как и в других Частях тела Но начинаем Непосредственно С самого Центра Молочной Железы То есть Сосок И вокруг него И постепенно Как бы Веером Расставляя банки Уходим на Пространство Вокруг Самой Молочной Железы Степень Затяжки Банки В этом случае Конечно Небольшая Опять же До появления Легкой болезненности Сильную болезненность Вызывать не стоит И вот Обставляем Баночкой Вот так Обставили Первично Потом Сняли Переставили Сделали так Чтобы Образно говоря Не осталось Ни одного Свободного места На груди Я почему так говорю Потому что Многие ставят банки После которых Получается Рисунок леопарда То есть Там синяк Там пустое место То есть Где-то поставили Где-то не поставили Вот эта постановка Банок Наиболее эффективная Постановка Банок Будет такая Что После Баночной Вакуум терапии Все тело Будет Такое В гематомках Это будет Говорить О максимальной Эффективности Восстановления Капиллярного Правоснабжения Вот Таким образом Обработали Баночками Грудь И после этого Желательно Уже Применить Более Такое Сильное Воздействие Это можно Даже сделать Не на первой Процедуре На второй Треть На последующих Но Тут очень важно Грудь саму Выжать Что значит Выжать То есть Вот это Образование Которое есть И от Периферии К соску Так С усилием Сжимать И пытаться Выдавить Из соска Как женщины Выдавливают В период беременности Молозива Из груди Вот точно так же Воздействовать На грудь И из груди Будет выходить Зачастую Выходят Такие Желто-зеленые Образования В этом случае Это не Молозива Часто Женщины Думают Что это У них Снова Молозива Идет Или что-то Подобное Это не Молозива Это Признаки Нарушения Каких-то Процессов В груди Желательно Все это Выдавить Все что Там Есть Что еще Если вот так По максимуму Рассматривать Что еще Можно Применить По отношению Груди Можно Значит Сделать Аутогемотерапию На груди Это если К примеру По каким-то Причинам У вас Нет банок Вы не можете Их поставить То Для того Чтобы запустить Ускорить Обменные Процессы Области Молочной Железы Улучшить Какие-то Заживляющие Процессы Можно взять Кровь из вены И подколоть Под кожу В область Молочной Железы Таким образом Мы Сделаем То же самое Что и сделают Банки Но единственное Немножко иначе Но суть Будет такая же Мы запустим Процесс регенерации Таким образом Что еще Можно сделать И что дает Результаты Можно Также Под кожу Обколоть Содой То есть Мы набираем 10 20 кубовых Шприц Соды Содовое Раствора 4-5% Нечистой Соды Но это Естественно Аптичное Изготовление И подкалываем Под кожу Желательно В области Уплотнения Есть уплотнение Мы его Пропальпировали Границы Образные Говорят Для себя Примители И вот Эту область Обкалываем Содой В моей Практике Обычно Подобные Образования На 2-3 Сеанс Они Значительно Уменьшаются Их размеры Их болезненность Практически Полностью Уходят Ну а дальше Идет уже Восстановительная Терапия Дальше Когда мы Сняли Острую Болезненность Мы переходим Уже Непосредственно С работы К работе С животом Потому что В любом случае Первопричина Любых Дисфункций Человеческого Организма Проводится В животе И мы Переходим Туда Если говорить О груди То непосредственно Начинаем Работать С яичником Смотреть Почему Каким разом Получилось Дисфункциональное Состояние Там Ну вот Собственно Говоря По поводу Груди Может быть В качестве Вступления Это все Что я хотел Сказать Может быть У кого-то Что-то Добавить Да Такое Интересное У тебя Вступление Получилось Так это Какие-то люди Непосвященные Будут слушать Случайно Так слушает Человек Радио Хорошую музыку И тут Раз И выдержка Из эфира И Арират Вот это Все рассказывает В течение Пяти минут И он такой Ёлы-палы Куда я попал Инквизиция вернулась Шухер Собираемся Быстро Все Звоните Своем Теща Не высовывайся Не прилетай В этот раз Тут инквизиция Работает Всех хватает Повязывает Такое представление Когда особенно Скал про прохлопывание Мне сразу Представился Приглашаем Такого барабанщика Из рок-группы Который Heavy Metal Лупит по барабанам И балочками Прохлопываем Ну а когда До банок дошел Это вообще Уже была жесть Потому что Я себе представил Как это все Будет интересно Экзотически Выглядеть Ты знаешь Алексей На самом деле Все это выглядит Внешне Это выглядит Конечно ужасно Последствия процедуры Выглядят ужасно Сразу после процедуры На следующий день Уже легче Потом еще легче И Они проходят Тем быстрее Чем лучше Мы восстановили Кровоснабжение Чем лучше У женщины Чем лучше Состояние Лимфатической системы У женщины Тем все это Будет уходить Лучше Однажды Один из пациентов Который присутствовал На сеансе Муж Значит Женщины Он в конце Он конечно Был Водушевлен Не то что Ну можно сказать Условно Водушевлен Этой процедурой Вот в таком же ключе Как ты сейчас сказал И По окончанию процедуры Он смотря на свою жену Говорит Если бы мне Вот кто-то Сфотографировал Отдельно грудь И сказал Что это грудь Говорит Я бы не поверил Грудь да Приобретает Такой Гематомный Вид Не очень Может быть Привлекательный Но Вот таким образом Природа заложила На способности Регенерации Использования Нашей крови Которая нас Собственно говоря И лечит Жуть Жуть Так я себе Все-таки Представляю Да Много чего Я повидал Но то что Рассказываешь Это конечно Не для Слабонервных Да Ну зато Помогает Зато должно Помогать Судя по всему Хорошо Хорошо Значит Мы выяснили Что Какие-то Проблемы наверху Они связаны С проблемами внизу А проблемы внизу Могут появиться Из-за проблем По серединке Да То есть Животом Ну да Ну вот Давай Значит Про грудь Мы рассказали Мне всегда казалось Что самое лучшее Это поглаживание Конечно Вот Но ты Такое рассказал Теперь я буду себя вести Смелее Слушай Ну поглаживание Поглаживание Может быть тоже Помогает Но просто Дольше Понимаешь Так Ну может быть Женщинам Конечно Это и приятнее Некоторые женщины Мне говорят Что лучше Пусть дольше Но Но приятнее Но мягче Будет терапия А я зачастую Привык Знаешь Вот поскорее Чтобы раз-раз И вылечил Раз-раз И вылечил Вот Потому что Имел учителей Таких Которые говорят Что нужно Эффективно Там все это делать Максимально Эффективно Чтобы человек Быстрее выздоравливал Там и так далее Вот Под что заточен Так и действует Еще очень важный момент По поводу груди Хотел сказать И не то что сказать А призвать всех женщин Не носить бюстгальтера Вот Не носить бюстгальтера Вместо бюстгальтера Если уж вы Нуждаетесь В поддержке В поддержке Да В поддержке То лучше Использовать Какие-то топики Или что-то мягкое Такое Мягкое поддерживающее Мягкую поддерживающее Одежду Есть спортивные топики Они на широких лямках Они Не передавливают нас Потому что Когда мы носим Не мы А женщины Носят бюстгальтеры Нет Сейчас уже многие Мужеподобные Иногда носят Это Ты знаешь Это удивительно Но в Европе Как-то это Входит в моду Конечно Очень жаль Вот Когда Женщина Носит бюстгальтер И особенно Жесткий С косточками Это передавливает И передавливает И капиллярное Кровоснабжение И лимфоток И вот именно С этого Зачастую Начинается Проблема груди Так достаточно Вспомнить Нашу национальную Русскую одежду Женскую В общем-то Большинство Губерний Большинство районов Носили сарафаны А сарафан Такое интересное Устройство Которое Имело Высокий Пояс Под грудью Не как у мужчин Ниже пупка Или на пупке А под грудью И получалось Что верхняя Одежа Она как бы Была подтянута И получалась Вот замена Бюстгальтера Замена Вот этого Вот удержателя И это было Комфортно Это было нормально Но в общем-то Всегда Русских женщин Считали красавицами По всем Статьям По всем Направлениям И по лицу И по фигуре И по внешнему Еще выдающимся Некоторым особенностям Так что Всегда было Два высших образования Очень тонкий подход И широкий кругозор Внизу Так что Все было хорошо И замечательно Ладно Ты вот Когда Ты когда В своих методах От ударной терапии К динамитовой Перейдешь Ты Не забудь Предупредить Чтобы заснять Чтобы А вдруг А вдруг Ну ладно Давай дальше Ну Еще один момент Последний Самый последний момент Касаемый Безгалтер Это что Верхние лямки Они тоже Передавливают нам Много чего И в том числе И кровоснабжение Шеи Передавливают И верхние лямки Тоже не менее вредны Поэтому Да Здесь надо отметить Что как раз Вот тут вот Подходит Где некоторые лямочки Прилегают Если они давят Постоянно Там проходят Некоторые меридианы Там проходят Некоторые Ну такие Слот русское Подобрать В общем центры Если на них Постоянно давить То начинаются проблемы С сердцем С легкими Вот это вот надо Все учитывать Иногда приходит Человек Говорит Ой мне что-то Там сердце схватило Вот так Немножечко от шеи Ступишь Понажимаешь Он там Он аж кричать начинает Ну понятно Там у тебя И начинаешь разминать И вроде отпускает Ну ладно Это отдельный разговор Так что да Вот тут я с тобой согласен Все что давит Постоянно Это нехорошо От этого надо уходить Да Далее Переходя К репродуктивной системе Здесь С чего хочу начать Так опять С причины Зачастую Из-за чего все это возникает Ну Признаков Как таковых Скажем Разновидности Признаков много Разновидности Причины Из-за чего Может начаться Но основной Опять же Из-за нарушенного Кровоснабжения Области низа живота Вследствие чего Оно нарушается Нарушается оно Зачастую Всегда Вследствие Либо неправильного Положения таза Вот Что в свою очередь Неправильное положение таза Если оно не было вызвано Травматическими явлениями То это Связанность С изменением Положения почки Вот Когда почка Изменяет положение То таз искривляется Стараясь Опущенную почку Немножко приподнять Чтобы она оказалась Примерно на одном уровне С другой И когда изменяется Положение таза Соответственно И расположение Мудренних органов В области таза В области малого таза Там тоже изменяется Изменяется нагрузка Вектор Обратно говоря Силы Куда придет приложение И соответственно Происходит нарушение Кровоснабжения Тока Притока крови Плюс Следующий момент Это Отягощенный кишечник Отягощенный И зачастую Инфицированный Кишечной палочкой Он также Придавливает Репродуктивную систему Нарушает ее Кровоснабжение Зачастую Препятствует Нормальному Оттоку Венозной крови Ухудшает Уменьшает Приток Артериальной крови В область Малого таза К маткам К матке К яичникам И так далее И за счет Нарушения Кровоснабжения Мы получаем Не мы получаем А женщины К сожалению Получают И приход Вирусов туда И приход Бактерии Приход Грибков И от Прихода Этих Паразитов Развиваются Те или иные Отклонения Арират Позволь мне Тут ставить Раз уж ты Про большой животик Стал говорить То наверное Здесь следует Наверное отметить Такую интересную вещь Многие женщины Хотят быть Любимыми И привлекательными Такое По секрету Мы с тобой Пока нас Девчонки не слышим Мы с тобой поговорим И что самое Интересное Они Хотят быть Привлекательными На что только Не идут И пупки Себе оголят И ползадницы Покажут И ноги Себе чем-то Обтянут И каблуки Оденут Чтобы выглядеть Как римская Древняя проститутка Напомню Что оттуда Как раз Высокие каблуки Пошли Потому что Выделялось Проститутки Носили в древности Каблуки Особенно в Риме И это было Физиологически удобно Потому что Тогда публичных Домов не было И прямо на улице Где-то там В закоулках Происходили Процессы Слияния Своё тело И очень удобно Мужчине сзади Её обрабатывать Вот такая вот Извините подробность Так что тем Кто носит каблуки Вы должны понимать На кого вы похожи И чем каблуки выше Тем больше вы на них похожи Вот Так это ладно Это ещё полбеды Вот что только не сделают И что-нибудь там Подтянут И так далее Так вот Надо обратить внимание На ту физиологическую Особенность Которая Срабатывает у мужчины На сто процентов Миллионы и миллиарды лет Мужчина обращал внимание На женщину Подсознательно Сейчас это в большей степени Подсознательно Если раньше это ещё было Осознанно подсознательно То теперь подсознательно На что? На то Способна ли женщина Выносить ребёнка То есть дать продолжение рода Да? Первое И второе Способна ли она Выкормить ребёнка Которого она выясила То есть Чтобы продолжение рода Развивалось в этой жизни Вот у мужчины Это подсознательно забито На уровне генетики Так вот Поэтому Поэтому здесь интересный Такой момент есть Если у женщины С нижней частью Ну широкие скажем так Бёдра То мужчина обращает внимание Что эта женщина Способна выносить Если плоский живот То это говорит о том Что место ещё не занято Что сюда необходимо Вложить семя Для того Чтобы вот на эти широкие бёдра Плод мог опираться И если высокая строй Ну хорошая грудь То в этом случае Женщина родит и выкормит Вот эти три особенности Девчонки запоминайте А нет Мы с тобой говорим Может девчонок В сторону отодинули Значит это Широкие достаточно бёдра Это плоский живот Незанятый И хорошее состояние грудь Так вот Если женщина Показывает свою грудь И показывает Уже не бёдра А широченную задницу Это уже некрасиво Это уже отвращение Это жировые отложения Называется И когда трясётся Оно при каждом шаге Это вызывает отвращение Не думайте девчонки Что вот таким образом Кого-то вы стараетесь привлечь Ну вот это всё равно Что сходить на свиноферму И посмотреть Откормленную свинью трёхлетку Вот примерно такое же Вызывает аппетит Да У мужчины А вот если Ещё и животик Вперёд вываливается Из штанишек У которых низкая талия И топик одет То есть это всё Безобразие значит Видно То мужчина Такой женщина Как правило бежит Но он может не бежать Если он сам в состоянии Полуживотного То есть если он напился пиво Например Или водки Или что-то чего Недаром же Есть такая смешная Поговорка Идиотская Но в данном случае Подходит Я вот до абсурда Сейчас доведу Что девчонкам стало противно За вот эту моду Которые на себя напяливают Не потому что я так С макой Просто хочу Чтобы вы насладились Этой гадостью И поняли Что так нельзя себя вести Ну так вот В Европе Есть такая поговорка Когда Наши русские ребята Приехали В Норвегию Они увидели Норвежек А норвежские Там не выделялись Особой красотой Большинство норвежек Не сказали Если здесь Такие норвежки То почему Говорят Что водку Выдумали в Россию То есть Намёк какой Что вот без этого Пойла Вот как к женщине Ты к ней не подойдёшь Так вот То же самое Та женщина Которая хочет Быть привлекательной Но при этом Она абсолютно Себя довела До состояния Трёхлетней хрюшки Переокормыша То в этом случае Вот Когда она залезает В эти штаны И висящий живот Там непонятно Где грудь Там метр на метр Где будем делать талию Это вот абсолютно Вот из этой серии Вы должны понять Что это безобразие Которые вот Не наркоман Или не маньяк Который воздерживался Десять лет И потом случайно Попал вот к вам Навстречу Вот они вот Могут только Обратить на вас Все остальные Нормальные мужчины На вас внимания Обращать не будут Они будут обращать Но будут тоже ржать Над вами и плакать Вот поэтому Давайте так Широкая талия Это ещё не говорит Обвязшая задница Обвисшая задница С жировыми наполнениями Красивая грудь Это не говорит о том Что там вы Постоянно что-то Кому-то пытаетесь Выставить Показать Где-то там Что-то подложить То это не дай боже Это говорит мужчине Подсоценно о том Что здесь уже Всё занято И здесь ловить нечего Вот это вы должны понимать Поэтому следите за всем Следите за здоровьем Но не просто Выглядите здоровым А будьте здоровыми Вот моё такое пожелание Ну что Страху нагнал? Нагнал конечно Красивые картинки Рассказывал Вот смотрите Девчонки А ведь нормальных Мужиков Сейчас по пальцам Перечесть С днём с огнём Ау Мужчина Где вы? А мужчины смотрят И тоже выбирают себе Но говорят Я хочу принца На белом коне Да А сама-то достойна? Ну давай дальше Продолжай Алексей Если ты позволишь Я хотел бы дополнить Ну уж давай Давай Чё ж после меня Тут Я думаю Ты расскажешь Что-то такое Очень мягкое Красивое Типа разговор О цветочках И сборе букетов Весной Давай Ну я попробую Как получится Значит По тонусу ягодиц Можно судить О тонусе матки Если Ягодицы У женщины в тонусе Подтянутые Скажем Имеющие определенный объем Форму Это говорит Что тонус Матки Хороший Как раз Что значит Хороший То есть матка здоровая Готова К зачатию Готова К уношению Ребенка Если Ягодицы Теряют Тонус Ну образно Говоря Вот Становятся Обившими Дряблыми Да это Говорит О снижении Тонуса Самой Матки И здесь Возможна Первичная Диагностика Если Мы Допустим Наблюдаем Что У нашей Супруги Каким-то Образом Уменьшился Тонус Ягодиц Это говорит О уменьшении Тонуса Матки И соответственно Нужно Каким-то Образом Стимулировать Тонус Матки Соответственно Можно через Ягодицы Можно наоборот Воздействие На область Матки Стимулировать Обратную Связь Давать Ягодицы Становиться Более Упругими И Второй Еще Момент Который Говорит О Репродуктивном Здоровье Женщины Образно Не то Что Образно А Вот Эта вещь Тонус Ягодиц Это Опять же То же Самое О чем говорил ты То есть На подсознатном уровне Как воспринимает Мужчина Женщину То есть Мужчины Все равно В любом случае Какого бы он Духовного развития Не было Он обращает Внимание На лицо Женщины На грудь Женщины И на ягодицы Женщина Это рефлекторно Это заложено Природой Это Укладывается Как раз В соответствии Тому О чем ты говорил То есть Мужчина Подсознательно Так Сканирует Женщину И понимает Что за ситуация С ней происходит Можно ли иметь С ней здоровое Потомство Так вот Обращая внимание На ягодицы Соответственно Мы понимаем Состояние матки Когда мы Обращаем внимание На грудь Соответственно Мы понимаем Возможно Способна ли Эта женщина Выкормить ребенка И есть еще один фактор На который Мужчина обращает Внимание И зачастую Он является Более определяющим Нежели Остальные Это голос Женщины Голос женщины Если он Мягкий Бархатистый Женственный Приятный Говорит О здоровье Репродуктивной Системы Если голос Женщины Становится Грубым Таким Каркающим Мужеподобным Это говорит О неполадках В работе Репродуктивной Системы Женщины И зачастую Такие женщины Для мужчин Являются Непривлекательными Относительно Женского Голоса С давних Стародавних Времен Слагались И были И легенды И возносились Разные Песни Женскому Голосу Женскому Очарованию Посредством Голоса Поэтому Очень важный Момент Если вы Наблюдаете Что У Той Женщины Или тех Женщин Которые Находятся Рядом С вами В кругу Вашей Семьи Или рода Что-то Происходит С голосом Голос Грубеет Это говорит О том Что происходят Какие-то Неполадки Викоградуктивной Системы Часто Зачастую Так бывает Что Работаешь Человеком Человек лежит На кушетке Девушка Женщина Лежит На кушетке Разминаешь Низ живота Начинаешь Воздействовать И прямо На столе У нее Происходят Изменения С голосом Иногда Это бывает Голос Немножко Грубеет Иногда Бывает Наоборот Становится Мягче У меня В терапии Была Женщина Которая Пела Ну Профессионально Не Можно сказать Профессионально Она Обратила Вернее Даже не она А ее Преподаватель По пению Обратил внимание Что у нее Изменился Тембр голоса Тембр голоса Поменялся Я не берусь Судить Насколько Но он Изменился Он стал Иначе Он стал Более Объемным И вот К слову Говоря Тем женщинам Которые Увлекаются Пением Сейчас Многие Начинают Петь Желательно Это делать Конечно В семейном Кругу Не в караоке Клубе Так вот Голос Меняется Становится Лучше Более Звонким Мелодичным Более Мягким При Наздоровлении При нормальной Работе Экограммативной Системы Алексей Это наверное То что я Хотел Добавить Да Да Это очень важно Правильно Ты обратил Внимание Что все И внешний Вид И запахи От женщины И голос И интонация И движение Это все На подсознание Мужчины Заложено То есть У каждого Генетически Мужчины У каждого Вида Мужчины Генетически По отношению К своему роду Народу Есть определенные Заложенные Лекала Матрица Поведения Женщины Которая ему Была приятна И плюс еще То что он усвоил От своей мамы От своих сестер Потому что Всегда человек Стремится Что-то близкое Первичное Это то что Генетически заложено Ну например Африканское движение Вот у женщин Вот такое У желтых народов Женщин двигается Вот так Голос у них Такой Запах у них Такой И у красных И свои тоже Манеры движения Разговора И так далее Тембры А вот Если мы берем Наши То Ну и другие тоже То это Генетически У нас Свои Образы Генетически У нас Свои движения У женщины Привлекательные Для мужчины Свои Запахи Аромата Тела Именно ароматы Многие пытаются Духами забить Вот Походка Голос Внешний вид Вот это вот Все тоже имеет Определенное воздействие И очень сильное И вот когда Ребеночек Рождается Мальчик Он же очень много Берет Образов Из своего окружения В первую очередь Это папа Мама Дедушки Бабушки Сестры Братья И вот в первую очередь Он обращает внимание Когда Какая должна быть Женщина У него закладывается Первый уровень Генетически Как я сказал А второй Это уже то Что у него Нарабатывается И он Естественно Берет Вот эти Образы От мамы Какая бы У него Должна быть Жена Или с мамой Или с какой-то Бабушкой Срисовывать Но в первую очередь Наверное С мамой И какой он Должен быть Сам То есть Вот он Смотрит На своего Отца На своего Дедушки И он С них Копирует Ведь Копирует Не просто Потому что Он садится За парту И дедушка Начинает Объяснять Внучок Ты должен Быть Вот таким Вот таким Или папа И ему Начинает Говорить Сын мой Ты должен Делать Нет Он просто Смотрит На свое Окружение На родителей И подсознательно Эти образы В него Входят И он Хочет быть Таким же Как отец Как дедушка Или как Какой-то герой Который он в книжке Прочитал А себе Женщина Выбирает Такая как мама Или как бабушка Вот это Может быть Для кого-то удивительно Но это факт И поэтому Ты правильно Сказал Когда Женщина болеет Чем-то У нее И меняется Голос Причем Болеет Не простудно Какие-то у нее Там Проблемы По женской части То и голос Тоже здесь Меняется И даже По голосу Можно определить Женщина Замужем Или не замужем Есть у нее дети Или нет детей Проблемы у нее В семейной жизни Или нет проблем Вот это вот Все тоже В голосе Отражено Продолжай Пожалуйста Да Мы сейчас Так и чувствуем Это Перейдем к весенним Игричам Бурундучков Да Дальше что У нас По плану эфира Дальше рассказать О самой Репродуктивной системе О ее возможных Дисфункциях Как уже Ранее вы упомянули Возможность Дисфункции Возникает Из-за нарушения Кровоснабжения Из-за Ну вот Нарушение Кровоснабжения Вызывается Обычно Создается напряжение Создается спазм В области Малого таза И Ваш Среды изменяется Создается Благоприятная Среда Для Мотивации Развития Вирусов Грибков Бактерий Простейших И так далее Для заселения Паразитов Признаками Каких-то таких Дисфункций Женской системы Могут быть Бели Может быть Какие-то такие Небольшие Кровозлияния Может быть Дискомфорт При мочеиспускании Частое болезненное Мочеиспускание Может быть Ощущение Такого состояния Как будто Сел на палку Подобное состояние Вызывается Загибом матки Загиб матки Может быть Вперед Назад Если матка Загнута Вперед Соответственно Уже Женщины Частые болезни Мочеиспускания Если матка Загнута Назад У нее идет Давление На прямую Кишку И в этом случае Женщине Дискомфортно Сидеть Часто Бывает Она садится И у нее ощущение Как будто Она села На какую-то палку Появляется Боль Загибы Матки Происходят Вследствие Это может быть Опять же Как я говорил Раньше Изменение Положения Таза Это может быть Изменение Тонуса Мышц Которыми Крепится Матка Это может быть Изменение Связок Изменение Связок Связочного аппарата Фация Вот Все это Можно Можно и нужно Убирать оттуда Убирается Это все Также посредством Корректировки Положения Таза Посредством Ручного воздействия На область Низа живота Руками Там все Расслабляем Разминаем Буквально В прошлой передаче Мы Рассказывали Кажется О массаже Низа живота Если ничего Не изменяет В памяти В общем В одной из Передущих передач Мы рассказывали о том Как производить Ручной массаж Низа живота Можно восстановить В памяти Послушать Все станет ясно Так вот Очень часто Такие Достаточно Неприятные Заболевания Репродуктивной Системы Как Эндометриоз И И так далее Их Достаточно Большое количество И в том числе И бездетность Вот И Эрозия Шейки матки Они вызываются Наличием Каких-то Урагенитальных Инфекций В этом случае Как нам поступать Но опять же Восстанавливать Роснабжение Путем Ручного Массажа И применять Какие-либо Противовирусные Противогрибковые Средства Здесь Хороши будут И спринцевания Здесь Хороши будут И Постановка Каких-то Капельниц Тоже самое Соду Тоже самое Перекись Водорода Внутривенная Здесь Будет Хороший Прием Каких-то Трав В виде Настоев Отравов Отваров Прошу прощения За такой Оговор В целом Например Если Обратиться Непосредственно К эрозии Такое Достаточно Часто И зачастую Скрыто Латентное Заболевание Женщины Годами Живут Не знают Что у них Эрозия Шейки матки Потом В конце концов Эрозия Шейки матки Может приводить К образованию Опухоли Доброкачественные К сожалению Причиной Эрозии Шейки матки Опять же С нашей точки зрения Мы считаем Что это Одна из разновидностей Вируса Герпеса Либо Вирусной Инфекции Хламидия Что делать В этом случае Как бороться С этим Генитальным Герпесом Как с этими Инфекциями В своей практике Я очень люблю Использовать пчел Пчел Это достаточно Болезненный Метод лечения Но По эффективности Лечения Герпеса Генитальных Каких-то проблем И равных Пчелам нет Прекрасно Справляются С любыми Инфекциями Прекрасно Их выводят Можно обставлять Область таза Как спереди То есть Ставим пчелок Конечно Потихоньку Начиная С небольшого количества И постепенно Увеличивая Ставим И На переднюю часть Низа живота На область лобка Обставляем Сзади ягодицы Область копчика Область бедер Можно Ставить Даже Пчелок На промежность Это конечно Болезненно Но Это очень эффективно При помощи Такой вот Скажем Такого Охвата пчелами Всей области Низа живота Мы Можем справиться В принципе С любыми Инфекционными Грековыми Заболеваниями Которые там Развиваются Поскольку мы говорим О народной медицине То пчелы Наверное Один из самых Народных способов Оздоровления организма Поэтому я о нем Упоминаю К сожалению В современное время Не так много Он применяется Как хотелось бы Многие еще На лечение Пчелы Ужаливания Смотрят косо Как на какую-то Экзотику И так далее Хотя Я считаю Что Я уверен Это было Глубоко Сидело В наших традициях И В каждой семье Наверняка Там где местность К этому располагала И семейный уклад И свободные руки Были Чтобы заниматься пчелами Я думаю Что везде были пчелы И Очень мощно Ими лечились Потому что Действительно Это дар природы Пчелиный яд Он кстати До сих пор До конца не изучен Содержит в себе Огромное количество Веществ Известно Только более Известно О более 50 биологически Активных веществ В составе пчелиного яда Которые являются Антисептикой И противовоспалительными Средствами Это как раз то Что нам нужно Потому что Воспалительные явления В матке Воспалительные явления И на слизистой влагалище Бывает Та же самая Эрозия Вызывающая Вызываемая Вирусными инфекциями Она вся Все вот эти моменты Они подавляются Пчелами Естественно При этом При всем Нужно не забывать О том Чтобы победить Любое заболевание В нашем организме Даже если мы Используем Самые эффективные Методы воздействия Нужно Сопрягать С восстановлением Кровоснабжения С восстановлением Кровеносного русла Это значит Что нужно Снимать напряжение С кровеносных сосудов Которые подводят Кровь К месту заболевания И снимать напряжение Расслаблять Венозные сосуды Которые отводят Кровь от места Заболевания Поэтому Здесь очень важно Понимать И Знать о том Что Очень часто Причиной Подобных Дисфункций Бывает Именно Нарушение Оттока Венозной крови Из области Малого таза Которые Вызываются Каким-либо Дисфункциональным состоянием В толстом И тонком Кишечнике Так бывает Что Отекают Немножко Смещаются Воспаляется Слепая кишка Поддавливает Воздушную вену Сигмовидная кишка Точно так же Немножко увеличивается Смещается И Затрудняет Отток Венозной крови Из левой Воздушной области Поэтому Тонкий кишечник Опускается Тоже Нарушает Кровоснабжение Матки Поэтому Очень важно Следить за состоянием Своего кишечника Женщина Для их Репродуктивного здоровья Так часто бывает Что в послеродовой Период Органы Женщины Смещаются Кишечник Опускается Происходит Вообще Смещение Вниз Внутренних органов Желудок Немножко Смещается Вниз Кишечник Смещается Вниз В послеродовой Период Очень важно Это все Приподнять Поставить Немножко Поставить На место Там Где кишечник Должен Находиться Усилить Тонус Диафрагмы Книжней Диафрагмы Желудок Поставить На место Почки Если они Опустились Во время беременности У женщины Часто Почки Смещаются Своем месте Потому что На почке Идет большая Нагрузка Как функциональная Так и физическая И в послеродовой Период Важно Очень важно Профилактически Работать С женским Животом Я считаю Что это Даже обязательно Не важно От того Как сама Себя женщина Чувствует Субъективно Она скажет Да у меня ничего не болит У меня все хорошо В животе Не сразу Те дисфункции Которые берут Начало В послеродовой Период Они проявляются Не тут же Проявляются через время Бывает через годы А то и через десятилетия Поэтому Родила женщина И тут же Иди Прай в живот Пусть ставят тебе На место Кишечник Даже если он И не опустился Все равно Профилактика Профилактика Вот состояние Кровоснабжения Очень будет полезна Чтоб кишечник Размяли Желудок Размяли Почки проверили Стоят они на месте Не стоят на месте Если То необходимо Поднять их Немножко Подправить Зафиксировать Может быть Какое-то время Проходить там Легком бандаже В определенное Количество часов Но вот В послеродовом периоде У женщины Нужно обязательно Проверять Положение внутренних органов Ставить их на место Вот Но каким образом Можно проверить Положение внутренних органов Сместились Не сместились Очень просто Так сказать На глаз По положению пупа По положению пупа По состоянию живота И по осанке женщины Что значит По состоянию живота Ну так иногда бывает Даже визуально видно Что живот В такой грушевидной форме Как бы Обвис вниз По осанке женщины То есть Женщина Бывает Стоит И как бы Хвостик Иногда Свой Подтягивает назад Как будто Вот у нее пятая точка Так немножко Оттопырена назад Это тоже Есть нарушение Расположения внутренних органов И именно Организм Осанка Подстраивается Под измененное положение И принимает такое положение Как бы слегка компенсируя Опущение Либо бывает Когда женщина Немножко вперед Выкачивает Низ живота Это тоже связано С Сосмещением внутренних органов Поэтому Если видите Что Осанка женщины В области таза Изменена От нормальной Либо назад Либо вперед То нужно корректировать Живот Если Видите Что допустим Живот Даже визуально Так душеобразный Отек вниз То нужно корректировать Поднимать Если видите Что пупок Начал улыбаться Что это значит Улыбаться Когда живот ровный Правильно Там все стоит на месте Пупочек ровный И очертание Когда мы на него смотрим Он имеет форму круга Когда Живот Смещен Вниз Ну или там Вниз и влево Вниз и вправо То пупочек Так говоря Образно говоря Улыбается То есть У него Прорисовано Наиболее ярко Прорисовано Нижняя часть А верхняя Как бы сглажена Растягиванием вниз Это первый признак Живот смещен Если даже Ну как-то в предыдущих Передачах говорили Но я напомню еще Как проверить Расположение Смещен ли живот По оси Вверх-вниз Мы находим Среднюю линию Живота Складка Там обычно Проходит Складка Либо же Искусственно Руками Так собирая Кожу на животе Создаем Эту среднюю Линию И смотрим Если она Проходит Через линию Пупка То Кишечник Находится На месте Если это Средняя линия Выше Пупка То кишечник Вообще Живот Смещен вниз Поэтому Нужно Его Поднимать Массажем Также Можно Измерить Понять Шел ли Живот Вправо Влево Здесь Есть простой Такой способ Диагностики Можно Ставить Палец В пупок Вот Но Некоторые Женщины Нужно Об этом Заранее Предупреждать Потому что На моей Практике Были такие Случаи Когда Без Предупреждения Начал Исследовать Пупок И женщина Очень Возмутилась Для нее Это было Все равно Лишение Девственности Воздействие Пупок Чтобы Пупок У не было Сакральное Место Так что Когда мы Вставляем Палец В пупок Мы Подвинув Чуть Левее Должны Услышать Пульс Но Когда мы Просто Вводим Палец В пупок Пульса Никакого Мы Слышать Не Должны Если При Введении Пальца В пупок Мы Сразу Слышим Пульсацию Либо С одной Стороны Пупка Либо С другой Стороны Пупка Не Сдвигая Пупок Еще Никуда То С той Стороны Где Мы Слышим Пульсацию В эту Сторон Идет Смещение Живота А Нормальный Здоровый Живот Там Когда Мы Палец В пупок Вели Пульса Нет Но Мы Чуть Сдвинули Влево Появился Пульс Чуть Сдвинули Вправо Появился Менее Более Слабый Но Венозный Пульс Это Живот Живот По центру Также Можно Померить На месте Живот При помощи Веревок Почки Делаем Определен Отрезок И Смотрим Вставляем Один Конец Отмечаем Один Конец В кубке И Второй Конец Веревочки У женщин Можно Это По Соскам То есть К одному Соску К другому Соску Но У мужчин Тоже Можно По соскам Но Можно И По верхушкам Воздушных Костей Тазовые Кости Самые Верхушки Тазовых Костей Можно К ним С одной Стороны Нащупал Приложил Посмотрел Какое Расстояние У этого Отрезка И Вот Этот же Отрезок Переносим На другую Сторону И С той Стороны Где Соответственно Отрезок Этот Будет Меньше В ту Сторону Живот Смещен Вот Если У женщины Есть Признаки Наличия Смещения Живота То Соответственно Здесь Есть Нарушение Кровоснабжения Области Таза Нужно Делать Массаж Нужно Поднимать Живот Освобождать Кровоснабжение Раз Как Только Мы Восстанавливаем Кровоснабжение То Здесь Уже Можно Добавлять Вспомогательную Терапию То Поскольку Кровоснабжение Частично Восстановлено То Кровь Может Приносить В дисфункциональную Область Какие-то Полезные Питательные Вещества Сюда Мы Можем Добавлять Травы Пить Они Лучше Будут Воздействовать Здесь Мы Можем Применять Какие-то Спринцевания Хотя Спринцевания Мы Можем И Раньше Но Наиболее Эффективные Такой Важный Вомент Который Хотел Затронуть Это Кисты Часто Бывает Поликистоз Яичников Кисты В каких-то Яичниках И Зачастую Женщины Подвергаются Хирургическому Вмешательству Хирургическому Воздействию Это Понятно С точки Зрения Современной Медицины Считается Что Киста Это Заболевание Которое Лечится Только Исключительно Хирургическим Путем На Своей Практики Я Многократно Убеждался В том Что Это Абсолютно Неверно Кисты Проходят Исчезают Вследствие Терапевтического Воздействия Способов Народной Медицины Была Масса Прецедентов Когда И у женщин Кисты С яичников Уходили И уходили Кисты Из почек Причем Кисты Из почек Уходили Был Такой Пациент У которого Только При лечении Пчелами Он получал Правда Пчел много Что по 50 По 60 Пчел За процедуру Но тем не менее У него Ушли Кисты Из почек Которые У него Диагностировали Ежегодно И тут После прохождения Горуса лечения Кисты Поисчезали Точно так же У женщины При использовании Массажа живота При лечении Пчелами При введении Соды Внутри вены Эти кисты Поисчезали Вот И Пчелы Это одно Плюс Пиявки Пиявки Тоже Очень хорошо Помогают Для того Чтобы убирать пчел Поэтому Если Вам Диагностировали Подожди Пиявки Хорошо помогают Чтобы убирать пчел Ты что-то Как-то сказал Я напутал Я прошу прощения Я ушел Мыслю чуть дальше А язык Говорил уже Сам по себе Пиявки Пиявки Помогают Для того Чтобы убирать кисты Они Ну Как говорят Рассасывают Не рассасывают Но Эти вот Процессы Обзывать их Не буду вдаваться Как именно Их обзывать В общем Кисты Так скажем Исчезают После лечения Пиявками После лечения Пчелами При нормализации Кровоснабжения Единственное О чем нужно помнить Это о том Что Лучше Сильно Очень не надавливать На область кисты То есть Очень аккуратно Так чтобы Не травмировать Не дай бог Чтобы она Не лопала Вот так Мягенько Вот Следующий момент На который Хотел обратить внимание Это миомы Очень часто У женщин Бывают миомы И К сожалению Тоже считается Что это Только оперативное Лечение Зачастую Так и бывает Что Делают операцию Удаляют миомы Но Это вследствие Того Что женщина Узнает О своем заболевании Очень-очень поздно Так что Миомы достигают Бывает таких Размеров Что уже Только оперативное Или Женщину Так пугает Что сейчас Это миома Что с ней случится Она переродится Станет злокачественной И так далее Миома Это доброкачественное Образование Которое возникает В тканях Матки Миома Развивается Таким образом Что она Раздвигает Ткани И Расширяет Там все Она Зачастую В развитии Миомы Затрудняет Иногда Мочеиспускание Может вызывать Запоры Другие проблемы С кишечником Потому что Она Растя От этого Пузыря Он Кое-что Передавливает Поэтому Так и Получается Вот Значит Что здесь Можно сказать Миомы Тоже Хорошо Поддаются Лечению При помощи Пиявок При помощи Нормализации Кровоснабжения Очень хорошо При миомах Использовать Соп Корня Лопуха Тоже Очень хорошо Помогает Именно такая Специальная Травка Сок Корня Лопуха Она Прекрасно Воздействует На миомы Миомы Вот При использовании Сока Корня Лопуха Как дополнительная Терапия Не уходит Ну Значит О эрозии Шейки Маткина Поговорили Я говорю О том Что зачастую Это вызывается Герпесными Инфекциями Здесь Эффективно Применять Спринцевание Эффективно Перекись Водорода Вену Капать Уже Был не один Прецедент Когда Пациент Имевший Эрозию При восстановлении Человоснабжения Низа Живота При введении Перекиси Водорода Внутривенно Они Выздоравливали Эрозивный Момент У них Проходили Бывает Еще Такой Момент Как Кандиломы Папиломы На шейке Матки Бывает Это Опять же Признаки Вируса Герпеса Ну и Естественно Признак Вируса Папиломатоза Человека Папиломатоза Человека Вот Его Также Нужно Лечить Какими-то Противовирусными Травками Но Наиболее Эффективно Опять же С моей точки зрения Может я Несколько Отступаю От канонов Классической Народной Медицины Но Я перекись Водорода Использую Активно Она себя Оправдывает Более того Последнее Время Я добавляю В перекись Различные Фитопрепараты Стерильные Стерильные Формы И это Еще Как бы Усиливает Делает Действие Перекиси Более Эффективным Вот При помощи Действия Перекиси Убираем Из организма Всю Любую Текцию Кстати Сегодня Я разместил В ютюбе У себя На канале Подробное Видео Как готовить Растор Перекиси Водорода Для внутривенного Введения Я прям Показал И сказал Дозировки Какие есть Поэтому Уважаемые Слушатели Все Чаще Говорю По поводу Введения Перекиси Пожалуйста Заходите На ютюб Находите Мой канал Там есть Ролик Смотрите И то Как там Описано Это абсолютно Безопасно Это можно Применять Делать Если у вас Есть Возможность Ставить капельницу Я не агитирую Но говорю Что это Реально Помогает И указываю Место Где можно Этому Научиться Так что Перекись Водорода Внутривенно Может избавить Женщин От многих Различных Вирусных Инфекций Грибных Инфекций И всего Прочего Переходя К вопросу О бездетности Это Наверное Основной Вопрос Комплексный Который Включает В себя Все Те вещи О которых Мы говорили Вследствие Всех Этих Факторов Может Возникать Бездетность Добавить Сюда В качестве Факторов Бездетности Можно Еще Что это Нарушение Работы Эндокринной Системы Нарушение Деятельности Центральной Нервной Системы Ну и Какие-то Психологические Факторы Психологические Блоки Страхи И так далее О психологических Факторах Блоках Мы сейчас Особо Останавливаться Не будем Я хотел Поговорить О физиологических Проблемах Связанных С бездетностью Опять же Ну Возвращаясь К классической Теории Что Причинами Бездетности Зачастую Бывает Непроходимость Труб Это Ну и так далее И так далее И так далее Хронические Инфекции Вирусные Интоксикации И так далее И так далее Вот С нашей точки зрения Мы Согласны С тем Что наличие Вирусов Наличие Каких-то Хронических Токсических Процессов То есть Глисты Плохое Усвоение Пищи И так далее Но в целом Называя это Одним словом Интоксикация То есть Наличие Интоксикации В организме Наличие Вирусной Инфекции Наличие Грибной Инфекции Или же Всего этого Вместе взятого Затрудненное Кровоснабжение Области Таза Слабое Состояние Почек То есть Когда почки Дисфункциональны Не Соответствуют Как бы Работают Не на полную Мощность Каким образом С точки зрения Народной Медицины Мы можем На это Воздействовать Но опять же Я не устаю Об этом Говорить И считаю Что это Очень важно Мы Должны Восстановить Кровоснабжение То есть Снять напряжение Живота И когда мы Снимем напряжение Живота Кровоснабжение Восстановится Мы Снимем напряжение То которое Где-либо Поддавливает Венозные Сосуды Снимем напряжение Стенок Артериальных Сосудов Кровоснабжение Улучшится Уже мы Сделаем Половину Дела Как только Мы Остановим Кровоснабжение В животе Особенности Исходя Из нашей Сегодняшней Темы Кровоснабжения Низа Живота Уже Репродуктивная Система Женщина Будет Работать Иначе Когда мы Дальше Следующее Воздействие Очень важно На эндокринную Систему Работа Эндокринной Системы Здесь я Хотел Остановиться На таком Препарате Не то что Препарат Народной Медицины Но Он не является Препаратом Классической Медицины Это разработка Советского Союза 50-х годов Прошлого века Стимулин Д Так вот Это Спиртовая Вытяжка Из Жуков Синекрылов Или жуков Пандерусов Я знаю Что Алексей Не любит Спиртовые Вытяжки Но Тут Пить Не очень Да Так вообще Нормально Да Вот И вот Эта Спиртовую Вытяжку Из жука Синекрыла Он у нас Водится только В Крыму На территории Континентальной Евразии Еще в Южной Америке В общем В Крыму Его ловят Причем Ловят Так очень Специфически Усыпляют Эфиром Потому что Если он умрет Если его поймать Мертвым То Вот эти Очень важные Частички Которые образуют Суть стимулина Они погибают И лекарство Не будет иметь сил Вот Ловят Их сразу же Усыпляют И помещают Спиртовой состав Настаивают Там определенное время В районе двух Стойкость Его называют Стимулин Д Так вот Если этот стимулин Д Капать Небольшое количество Капель Там Одну-тире Три капли В область родничка То происходит Настройка Обновления Работы Всей эндокринной Системы Это Очень важно При Бездетности Восстановить Кировоснабжение Восстановить Функциональность Эндокринной системы Вот А эндокринная система У нас Включает Гипофис Гипоталамус Включает Щитовидную Железу Молочную Железу Надпочечники Яичники Селезенку Печень Очень много Органов Задействовано И при этом Когда мы Воздействуем Стимулином На Область Родничка Воздействуем Непосредственно Гипофис Гипоталамус То Мы Вызываем Определенный Импульс К восстановлению Функциональности Гормональной Системы Это Второй Момент Третий Момент Нам необходимо Избавиться От вирусной Составляющей Опять же Вирусную Составляющую Мы можем Использовать Травы Использовать Какие-то Вещества Которые Эти вирусы Убивают Травы Соду Перекись Водорода В любом Виде Пьем Ставим Капельницы Принимаем Ванны В общем Вот таким Образом Убираем Вот Ну и Четвертый Еще такой Фактор Психологически Это Конечно Очень важное Эмоциональное Спокойствие Женщины Чтобы она Пребывала Ладую В согласии С собой С собой И с миром Вот Собственно Говоря Такие Пункты Основные Что касается Бездетности Ну В целом Как бы Обзорно Я сказал По женским Дисфункциям Я думаю Что Настало Время Поговорить Более Конкретно Если Есть Вопросы Ответить На Какие-то Конкретные Случаи Ну Что ж У нас Вопросы На самом деле Есть Сейчас Я Отвечаю В чат А что В чате Пишут Кляну Меня В чате В чате Пишут Такое Ну Ты знаешь Больше Почему-то Про меня Да Ну Ладно Значит Было высказывание Что Какую-то Саморозил Просто глупость Когда Рассказывал О том Что Мальчики Пытаются Снимать Информацию С папы Мам С дедушек Бабушек И то Что они Ищут себе Подобных И Написали Как же Тут Духовное Развитие Что Если Вот Мама Наоборот Более Более Низкого Уровня Что Мальчик Который Ниже Уровнем Или Выше Уровнем Будет Искать Такую Низкого Или Уровня Например Мальчик Ниже Уровнев Наход Мама Выше Да И Что Он Будет Ниже Уровèmes Искать Такую Высок Уровнев Или Наоборот Он Выше Уровнем Они генетически первоначально свойственны нашему виду, и они от мамы, от папы переходят, а дедушек, от бабушек переходят мальчику, ну и девочке тоже. И потом на это накладывается то, что он увидел, ребенок увидел, он снимает образец мамы, папы, дедушки, бабушки, бабушек, дедушек. И вот это у него откладывается вместе, сублимируется, объединяется, и у него складывается представление о том, какой должен быть он в этой жизни, как мужчина, и какая должна быть у него жена. Какую жену он будет сказать, вот что я имел в виду, а не то, что если человек находится на высоком уровне развития, а мама у него конченная алкоголичка, он будет себе такую же алкоголичку убирать. Хотя и такие случаи тоже бывают, вот что имелось в виду. Поэтому такое здесь уточнение было, и вот эти уточнения не развиваются. Кстати, меня немножко напрягает, почему вот об этом идет разговор в эфире, а не о том, что рассказывает Айрерат, потому что Айрерат рассказывает намного более интересные и важные, на мой взгляд, темы, нежели чем я тут что-то от всяких реплик вставляю. Как-то вот так. Ну что ж, я предлагаю тебе вот что. Если ты устал вдруг, если тебе нужна какая-то пауза, то у нас есть возможность позвонить другу, там, ну я шучу, сказать, что Алексей включил музыкальную паузу. Я не устал, я не устал, потому что я так повел беседу, чтобы, может быть, ты не подсказал линию направления нашего эфира, о чем интересно слушателям, о чем поговорить больше, потому что тема объемная, обширная, можно углубиться в достаточно большое количество направлений. Поэтому я говорю, какие-то, может быть, вопросы, и давай начнем их разбирать, может, более обширно там как-то. Да, вот более обширно, давай так. Вот ты когда сказал, что после родов, естественно, надо на место ставить все, что там в животике происходило, потому что какое-то время происходит восстановление матки, восстановление вокруг органов, да, и что-то может не так на место встать. Ты сказал, что лучше всего обратиться к тому, кто владеет латкой живота или висцеральной терапией, чтобы курс был пройден. А что, человек самостоятельно не может это сделать? Вот ты, когда выкладываешь на ютубе ролики, ты все-таки в первую очередь показываешь это на себе. Там есть, конечно, когда ты на ком-то показываешь, но у тебя нет ролика после родового, например, после родовой латки живота. Вот что здесь можно порекомендовать? Может быть, взять какой-то мячик покатать, себя прощупать, погладить к пупочку, потому что, я знаю, старославянские методы, там идет к пупку у них работа, в первую очередь, наносится к пупку. Это со всех сторон к пупку, не так, как ты показываешь, а немножечко там по-своему, но отличается, но действенно все. Я понимаю, я знаю этот принцип, о чем ты говоришь, что там пупку идет с движкой, и то, ты понимаешь, вот то, о чем я говорил, это по сути не массаж живота, не латка живота, то, о чем я говорю. То, о чем я говорю, это вот всегда я объясняю, рассказываю, иногда там эти вот краткие у нас курсы, я говорю, куда давить, как давить, это не сама латка живота. Это подготовительный этап, разминание, разминание, снятие болезненности. И после того, как мы болезненность вот эту сняли, уже после этого нужно править живот, только после этого идет правка живота. Все, по сути, о чем я говорю, это подготовительные этапы. Почему они настолько важны сейчас для нас? Потому что 99% людей у них, вот в современный период, у них зажатые, плотные, каменные животы. Такой живот отладить практически невозможно, его нужно расслабить для того, чтобы отладить. А чтобы его расслабить, нужно снять туда всю болезненность напряжения. Да, безусловно. Стоит, может быть, поговорить отдельно о том, что такое латка живота. Ну, по крайней мере, в моем представлении. И она как вообще производится? Мы производим движения и в том числе и ку-ку, вправо-влево, но и снизу вверх. Вот в данном случае, когда у женщины смещен живот вниз, мы что-то наносим на живот, чтобы живот был мягкий. Вернее, чтобы живот был скользящий, чтобы по нему можно было скользить. И кулаками, локтями, именно всю брюшную полость, вот это все количество органов, мы его двигаем вверх. Раз за разом. Мы постоянные вот такие движения. От лобка вверх к солнечному сплетению, от лобка вот по линии подвздошных костей, там, к краям реберных дух. То есть, мы поднимаем это. Вот таким образом мы, грубо говоря, как физически поднимаем кишечник вверх. Физически поднимаем желудок вверх. То, что есть старославянское, когда все к кубку, но здесь нужно правильно понимать. Если мы сверху от желудка начнем тянуть желудок к кубку, мы можем его опустить. Вот. И возможно, когда при ладках живота тянут из области желудка в сторону кубка вниз, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, это достаточно грубое такое, ну, может быть, какое-то недопонимание. Потому что если из области солнечного сплетения тянуть вниз к кубку, мы можем нажить себе проблем вверх. Так мало того, если некоторые начинают от лобка тянуть вверх, то там можно у женщины и матку передвинуть так, что потом мало не покажется. Здесь, естественно, надо обладать неким чутьем и пониманием. Я знаю, например, скалочный массаж. Вообще чудо какое-то, когда в пупок скалку вставляют и начинают накручивать. Видел такое, нет? Ну, мало того, что видел. Я, кажется, здесь в передачах рассказывал, только не скалками, а кулак. Ну, кулак, а тут скалка. Причем закрутили, захватили, держи. Ребенок или там человек держит, его уже слезы, он держит, продолжает держать. Ну, так действует. Правильно. Конечно, с тонкого кишечника таким образом мы снимаем спазмы, когда вот скалку в живот ставим, прокручиваем ее. И, естественно, там спазмированный напряженный кишечник мы закручиваем, растягиваем, и с него уходит напряжение, и сразу пищеварение улучшается. Это верно, все правильно. И это подобный же образ, когда горшок ставят на пупок, на живот, он тоже засасывает просто вверх. То же самое растягивает тонкий кишечник, точно так же снимает напряжение, и кишечник освобождается. Ну да, главное здесь не слишком увлечься, чтобы уши не начали туда заползать вместе с пупком. А то некоторые уж так начинают накручивать, или уж такой горшок выбирают, чтобы потом так это... Ой, а где же мои ушки-то? А у него там на скалке намотаны. Понятно. Так я же вроде пупок крутил. Ну и там много чего накручено. Ладно, хорошо. Ну так получается, что вот женщине, которая родила, все-таки разминать-то надо каким-то образом животик, поглаживать, надавливать, или пускай там для начала все встанет на свое место, а потом уже те с песенкой «Смело мы в бой пойдем к карьераду». Ну, ты знаешь, первоначально, если там произошли какие-то вот женщина чувствует, что там что-то у нее надорвалось, или еще что-то каким-то образом, это проявляется всегда в виде либо припухлости, в виде каких-то отеков. То есть, если нить живота припухший, отекший, то, соответственно, давить на него, что-то там делать пока не надо. Лучше использовать какие-то травки, примочки для снятия отеков, для снятия воспалительных каких-то процессов. Это раз. А если мы не наблюдаем на области низа живота, вот области матки, промежности каких-то воспалительных, еще каких-то мехов, то можно править живот смело. И даже если есть какие-то воспалительные процессы на животе, Можно легким надавливанием, легким обдавливанием, усилением притока крови к этим отечным местам эти отеки воспаления поснимать. Поэтому бояться массажа живота вплоть до того, что на первых стадиях после родов не нужно. Его применять нужно и очень полезно, целесообразно. Не обязательно бежать к карьераду или моему коллеге. Возможно это делать все самостоятельно. И женщина может это делать самостоятельно. Но мое субъективное мнение такое, что лучше, чтобы это делал муж. Потому что все-таки самому не очень подручно делать себе массаж. Угол постановки руки не совсем тот и так далее. А со стороны, когда человек делает, то удобнее. Лучше, чтобы муж делал. Что касается как делать, то там у меня есть ролик «Массаж низа живота». Прямо он так называется. Массаж низа живота. Вот так и делать все. Не важно, беременность, послеродовая и так далее. Просто послеродов имеется своя особенность. Может быть опущение кишечника. Может быть опущение почек. Смещение желудка, связанное с опущением кишечника. Просто знать, обратить на эти аспекты внимание и немножко больше, может быть, этому уделить. Но живот обязательно массировать. После этого ставить, именно ставить на место. Вот как ты говоришь, скалку в пупок ставить, накручивать кишечник. И тем самым мы будем его поднимать. Мы когда закручиваем, радиусы сокращаются у кишечника. Он поднимается вверх. Приближается к своему центру. Здесь верно то, что кишечник должен стоять по центру нашего живота. И когда мы его накручиваем скалку, мы его центруем, можно так сказать. Тот же самый горшок на пуп ставить. Тоже целесообразно. Вытягивать что-то вверх, поднимать. Плюс горшком создается гематома. И посредством гематомы мы можем заживлять те какие-то микротрещинки, микротравмы, которые остались после родов. То есть целесообразно. Не то, что горшок там огромный поставить на область низа живота после родов. А может быть, небольшими баночками его вставить. Вот как сейчас популярны вот эти пластиковые банки с вакуумным насосом. С небольшим уровнем затяжки. Немножко подтянуть и будет очень полезно. Ты там по микрофону не стучи особо. А то как-то так это разошелся, руками махать. Да, ты знаешь, просто эмоционально так уже задеваешь. Да, я вижу. Я уж от монитора так откручиваю, отскакиваю, как боксеру. А ты все эмоциональность свою развиваешь и развиваешь. Главное, чтобы не дошло до того фанатизма, что потом тебе будут звонить и спрашивать ночью. А Рират, это вы? Да, что случилось? Приезжайте скалку из пупка выкручивать. До такого фанатизма доходить не надо. Ну ладно, давай продолжим по вопросам. Значит, Сергей, сын Леонидов. Вопрос о Рираду. Тебя называют Армадой. В курсе, нет? Не Рирадом, а Армадой. Вот, есть... Да, вопрос о Рираду. Ну, вопрос о Рираду я перевожу. Есть информация, при определенных условиях у женщин и стекает, исчезает менструационный цикл, при том сохраняются детородные функции. Есть ли такое? Ты знаешь, на моей случае был память... Фу, на моей... На моей памяти был случай. Это опять мысль. Значит, мысль побежала вперед языка. Опережаешь, понятно, мысль действия. На моей памяти был случай, когда у женщины шли месячные, и при этом она была беременная. Вот, я думаю, что и обратный процесс может быть. Иногда так бывает, что месячные настолько скудные, что они еле мажутся. Вот, бывает такое. И при этом, в принципе, если клетка выделяется, там как-то двигается, нужно понимать, что обильность месячных, обильность выделения крови зависит от функции печени. Вот, и здесь выделение крови при месячных, оно сопрягается с состоянием печени. И нужно смотреть, если, к примеру, месячные исчезли, обратиться к печени. Если печень так особо не напряжена, не болезненна, то возможны варианты, скажем. Но я считаю, что такое может быть. На моей памяти такого не было. Ну, в смысле, чтобы у женщины месячные прекратились, а она потом забеременела. Но я допускаю, что такое возможно. Но единственное, я считаю, что, может быть, все-таки у нее какие-то там мажущиеся моменты будут идти. То есть, ну, может быть, она не будет передавать этому значению, что это не месячные. Может, она будет думать, что это там что-то непонятное. Но на самом деле могут быть месячные. Следующий вопрос, Кайтер. Вопрос, Ари Радо. Почему женщин первый день месячных или перед месячными очень болезненно? И можно как-то помочь, чтобы без боли проходило или началось? Так вот, благодарю за вопрос. Кайтер, очень важный вопрос. Спасибо. Я забыл упомянуть, хотя хотел рассказать об этой теме. У здоровой женщины процесс месячных никогда не сопровождается болями. Боли возникают всегда и только тогда, когда есть напряжение матки, яичников, области матки. И сама по себе болезненность во время месячных, до месячных или после месячных, это как тест на состояние репродуктивной системы. Если у женщины есть боли, значит, есть напряжение в репродуктивной системе. Значит, необходимо как-то с ним справиться, убрать его. Поэтому здесь что? Ну, ручным образом снимайте напряжение. И женщины будут иметь безболезни месячные. Как можно помочь? Ну, вот, как помочь руками разминать область низа живота? И причем непосредственно в сами месячные, когда эти боли обостряются, именно в этот период делать массаж низа живота? И нет никаких противопоказаний. В некоторых случаях я сталкиваюсь с таким мнением, что если месячные, то массаж низа живота не стоит делать. Это может что-то непонятно, что вызвать и так далее. Наоборот, хорошо. В период месячных у женщин происходят чистки организма. И усиливать эти чистки, это даже полезно. Поэтому, если у женщины месячные болезни, тут же берите, разминайте низ живота. Но обратите внимание еще на один момент. Цикличность месячных. Месячные у женщин должны приходить в период наибольшей активности лунного цикла. Все жидкостные среды на нашей Земле сейчас так устроены, что поскольку у нас одна Луна, то вот мы все ориентируемся на нее, жидкостные среды. И у женщин месячные приходят тоже. Это у нас на полную Луну и на, грубо говоря, закрытую Луну. Наибольшие циклы. То есть наибольшая активность жидкостных сред. И вот на эти периоды должны приходиться месячные. Если месячные приходят где-то в половину циклов, то это уже говорит о нарушении деятельности почек. Потому что периодичность, цикличность прихода месячных у женщин зависит от состояния почек. Поэтому если месячные пришли между циклами, лечите почки, массируйте, поднимайте, оздоравливайте их. При этом наиболее хорошо, когда месячные приходят в полнолуние. Если месячные пришли за день до полнолуния, в полнолуние или за день после полнолуния, то есть через день после полнолуния, это говорит, что женщина практически полностью идеально здорова в плане своего репродуктивного состояния. Хорошо, хорошо. Давай следующий вопрос посмотрим. У меня есть к тебе тоже вопросик, но для начала почитаем, что пишут наши друзья в чате. Аркуинон, вопрос в эфир. Здравия тебе, Арират. Как воздействуют ГМО-продукты, фастфуд, которые зачастую тоже создают из ГМО, и еда, приготовленная в микроволновой печи на здоровье женщины? Благодарю за вопрос, Аркуинон. Я считаю, что здесь разницы нет. Здоровье женщины, здоровье мужчины. В целом, в большей степени это оказывает влияние в качестве токсина, в качестве источника повышенного жирового содержания. То есть, это жировая нагрузка на печень, это нагрузка на кишечник, это нагрузка на почки в плане выведения токсинов из организма. А геномодифицированная, ну, она уже, я, честно говоря, не большой генетик, конечно. Может быть, не самый великий специалист по ГМО, но я считаю, что такая вот геномодифицированная еда, она может откладывать, оказывать влияние на печень, на почечники. И, соответственно, они являются частью нашей эндокринной гормональной системы. И отсюда может идти ситуация с бездетностью. Есть мнение, что геномодифицированные продукты, они могут на уровень нашей генной системы туда залазить, там что-то вносить, изменять. Но я не готов сейчас дать комментарий по этому поводу. Вот те первичные вредные факторы, которые есть, это влияние жира. Обычно весь фастфуд, он является очень жирным, насыщен различными жирами, быстро усваиваемыми какими-то, может быть, какими-то другими типами жиров. Растительные жиры в последнее время популярны, применяют в фастфуде, пальмовые масла, еще какие-то. Они оказывают влияние на печень. Оказывают влияние на печень, и повышенное употребление таких продуктов могут привести к жировому гипотозу. Это такое достаточно серьезное заболевание печени, когда клетки печени перерождаются, тут их заменяют на жировая ткань. Вот, раз. И второе, это, соответственно, пища настолько жирная, что, вернее, количество калорий в этой пище великое, и вся эта пища организму не усваивается, соответственно, она лежит в желудке, гниет, пропадает, бродит, и воспринимается, не воспринимается, а является для нашего организма токсичным отравляющим веществом. И тут уже идет нагрузка на печень, ну, и на печень, и в большей степени на почки. Тут идет нагрузка и на кожные покровы, и на сам кишечник. Вот. А поскольку идет нагрузка на кишечник, то, соответственно, могут происходить какие-то изменения, спазмы, соответственно, изменения спазмы, это затруднение пищеварения, и тягощение кишечника. И тут как раз уже мы переходим к тому, о чем я говорю ранее. Если кишечник отягощен, он придавливает все, что у нас есть внизу живота. Вот, наверное, так бы и мог ответить. Хорошо ответил. Там, как говоришь, про засоренность кишечника, там же еще и газовыделение. Представляете, такое объемное нечто передвигается, еще и попахивает. Да. Так что это все... Кстати, вот к вопросу о газах. Газы же являются, вот эти сернистые газы, желудки кишечные, они являются отравляющими веществами. Они отравляют нас в том числе. Потому что пока двигаются по кишечнику, они мало того, что могут, как ты сказал, Алексей, блокировать работу, нормальную работу кишечника, но еще и отравляют нас. Вот. Так что имейте в виду. Старайтесь принимать пищу ту, которая не вызывает у вас газообразования. Либо стимулировать отделение желчи при употреблении каких-то горечей или острот. По поводу пальмового масла, раз ты уже его здесь упомянул, не к ночи, да, то в этом случае, наверное, здесь надо отметить следующее. Очень часто те, которые пытаются защищать пальмовое масло, говорят, ну что такого? Ну подумаешь, там сметану из пальмового масла сделать. Ну подумаешь, конфеты положили, пальмовое масло. Подумаешь, еще куда-то. Ну вы с горяченьким это употребляете, с чаем конфеты пейте. Тогда типа пальмовое масло, больше 40 градусов температура, оно растворяется хорошо и так далее. В борщ положите эту сметанку или майонез из пальмового масла, и все будет хорошо, замечательно. И тогда вот 40 градусов и больше, оно так растворяется, и все замечательно. Но вопрос-то в том, что да, когда оно у вас в борще или с чаем попадает, там еще 40 градусов-то есть, оно у вас как бы так мягко разошлось, а в желудке-то там поменьше температура будет. И что дальше? А дальше оно начинает просто там все забивает, засоряет, и не может нормально перерабатываться. Так что вот эти все разговоры по поводу того, что надо правильно просто употреблять пальмовое масло, это всего лишь навсего очередной пиар-ход тех дельцов, которые готовы травить всех подряд, лишь бы только получить бабло. И это все разговоры тех купленных в кавычках медиков, которые готовы за деньги свою совесть продавать и рассказывать. И это всего лишь навсего разрешения тех, кто, опять же, за деньги готов всякую дрянь сюда вывозить, лишь бы только было видимое разнообразие на прилавках, вместо того, чтобы заботиться о нации, заботиться о народе, который должен быть здоровым. Не давать возможность недоумкам, неведающим выбирать из дерьма дерьмо, у которых нет денег. И сказать, ну у вас же нет денег, ну вот кушайте вот такое дерьмо, не хотите это, давайте вот такое, вот подкрашенное зелененьким, а вот это подкрашенное синеньким, а вот это красненьким. Вы хотите с каким ароматом? С ароматом ванили? Ну давайте дерьмо с ароматом ванили. Хотите вот это? Вот сейчас с ароматом колбасы вам дадим. Только кушайте, кушайте, и деньги платите. Вот нельзя. Или вы должны повысить тогда уровень здравомыслия у людей, которые будут понимать, что это дерьмо кушать нельзя. Или тогда должны запретить, если уж хотите вы это делать Но, судя по всему, запрещать не хотят И повышать уровень здравомыслия не хотят Вот в чем проблема В этом случае что нам делать? В этом случае необходимо саморазвиваться, самообразовываться И понимать, что надо, что не надо Что к чему приводишь, что хорошо, а что плохо Читаем Маяковска, что такое хорошо, что такое плохо Там все это было написано Так, ладно, и еще вот Как-то мы говорили Хотя я следующий вопрос как-нибудь прочитаю, потом задам Итак, Анна, вопрос в эфир Добрый вечер Интересует ваше мнение по поводу эрозии шейки матки Одни говорят лечить, другие говорят не трогать Многие женщины сталкиваются с этой проблемой Лечится ли эта проблема народными средствами? Эта проблема народными средствами лечится Я об этом говорил, я сейчас еще дополнительно остановлюсь Мы считаем, что эта проблема вызывается вирусными инфекциями В частности вирусами герпеса Поэтому необходимо убирать урогенитальный герпес И тогда состояние эрозии шейки матки Он будет отступать, уходить В современной медицине это лечится прижиганием Прижигает эти области Шипит, скворчит И считается, что таким образом Они это убивают Убирают, но проблема так не уйдет Из-за такого воздействия У нас поленный участок может в большей степени Пойти перерождение ткани И возможно появление каких-то злокачественных процессов А тут нужно залить корень, восстановить его расновжение И убрать вирус герпеса Грубо говоря, убрать урогенитальный герпес Часто там бывает не только простой герпес Но его разновидность Эпштейн-бар Зачастую Поэтому убирайте герпес В моей практике я это делаю достаточно радикально Вожу перекись водорода в гену Ролик я выпустил Пожалуйста, смотрите Повторяйте Используйте И добивайтесь хорошего результата Так что Что еще? Ну, можно делать спринцевание травами Опять же, противовирусными Но здесь Все, конечно, очень субъективно Нужно смотреть состояние почек Я бы мог сейчас, конечно, сказать Назвать там какие-то травы Обладающие определенной токсичностью Которые позволяют убивать вирусы Но неизвестно Какое состояние почек Какой у вас вес Какое там кровоснабжение В этой области И так далее Поэтому Прежде всего Убирайте герпес из этой области Восстанавливайте Которые стабжения Герпес убирайте Как мы говорили уже Либо пчелами Либо перекисью водорода Можно использовать полынь Полынь, как трава Очень хорошая Противогерпесная средство Здесь его можно Для питья Заваривать Трехлитровый баллон Там идет столовая ложка полыни На трехлитровый баллон Горячей воды Заливаем Туда же добавляем На трехлитровый баллон Чайную ложку Корней солодки Настаиваем В течение Шести дней И у нас получается Такая полынная настойка И вот эту полынную настойку Настойку можно пить Она в профилактическом смысле Будет убирать герпес Плюс здесь можно применить Бальзам Радимина В простонародье Называется Дигидокверцетин Это не те таблетки Что продаются в аптеке А если Сейчас рецептов полно Плюс где-то у меня На сайте есть На просторах интернета есть Был такой прекраснейший мужчина Академик Радимин Он Всех научил нас Готовить Свои бальзамы В них В этих бальзамах Мы Можем Дигидокверцетин Это Сильнейший антиоксидант Сильнейший В зависимости от его состава Составы этого Бальзама Радимина Могут быть разные Среди них есть противовирусные составы Можно Использовать Бальзам Радимина Для того чтобы Дополнительно Профилактировать Герпес В нашем организме Тоже полезно Можно делать Определенные Спринцевания Можно использовать Для лечения эрозии Определенные масла Ароматические масла Эфирные Это такие масла Как масло туи Масло Чайного дерева К сожалению Справочная информация У меня есть Может быть Чуть позже Может если будет перерыв Я после перерыва Этот состав масел Озвучил Делается как Там порядка Пяти-шести эфирных масел Мы Их перемешиваем Наносим на прокладку И вот с этой прокладкой Ходим 12 часов Потом Через 12 часов Меняем прокладку Вот на день Нам нужны Две прокладки Там масло чайного дерева Масло туи Еще Три каких-то масла Я сейчас запамятовал Но если Чуть позже Я сообщу Этот состав Вот его Можно использовать Профилактически Для того Чтобы Помогать организму Справиться С этим недугом Спринцевание Можно делать Для снятия Воспалительных процессов Для того Чтобы убирать Вирусную составляющую Из ткани А так Эрозия лечится Хорошо Когда говорили мы Про Минструационные Всякие дела То в этом случае Были там вопросы А как Болезность Не болезнь Вообще Я думаю Вот что Может быть Кто-то сейчас Решит Что совсем Дед Леш С ума сошел Но вот Так или иначе Такие мысли Уж Дозвольте Выскажу Яйцеклетки У женщины Это генофонд Генофонд Нашего рода Нашего будущего И потеря Помойку Выброс Любой яйцеклетки Это потеря Части генофонда Нормальный мужчина Правильный мужчина Он никогда Не допустит Того Чтобы вот так Бездарно Просто-напросто Яйцеклетки терялись То есть Женщина В первую очередь Это Все-таки Мать Это Самое-самое Великое То качество Которое Женщина должна В первую очередь Испытать И если Материнство Сводится к тому Чтобы одного Ребеночка Для здоровья Завести Как собачку Я считаю Что это не материнство Материнство Это когда Полноценная семья Когда Много детей Когда Администрационные Циклы Они не Восстанавливаются Как только Идут Разговоры О том Что пора Завязывать Кормить Грудью Пока Начинать Себя Затягивать Вот тогда Происходит Именно Восстановление Администрационного Цикла Но В большинстве Случаев Если правильно Все там Находится Если все По любви И в ладу То в этом случае Просто так Яйцеклетки Не теряются Это вот такое Замечание И у кого Это происходит Не так Как я сказал То скорее всего Что-то Или в голове Не так Или что-то Со здоровьем Не то А может быть И то и другое Все вместе Взятое Вот такая Вот у меня мысль Так что имейте ввиду Один раз в год Сады цветут Есть такая песня И яблоню Свести Или вишню Зимой Под открытым небом Под снегом Невозможно Вот то же самое Бывает так Что Женщина Все время Откладывала Откладывала А потом Израсходовала Количество яйцеклеток Ну жизнь провела Хорошо Карьеру сделала Умная стала Очень Институтское образование Может быть Не одно получила Где-то там На должностях Сидит Руководит И все Не до детей было А тут к пенсии Решила Что пора бы уже Детей заводить А ваши все дети Уже в прокладках Давно уже Вот там В мусорных ведрах На помойке Вот это надо Все учитывать Страшные вещи Говорю Да страшные Но это то что есть Задумайтесь Может быть Через такие вещи Через такие слова Неприятные Мне сразу скажу Вы начнете Смотреть на мир Более здраво Ну что ж Давай дальше Почитаем вопросы Конечно Давай Так Про это поговорили Вопрос в эфир От Михаила Из Москвы Добра и здравия Тебе Арират Как на твой взгляд Сколько нужно Употреблять воды Женщине в день Для нормально Функционированной Организма И что делать Если женщина Пьет Очень мало Жидкости Женщине И мужчине Необходимо Употреблять В сутки 40 мл Теплой воды На 1 кг Веса Соответственно Если человек Раньше Мнения были такие Что 30 мл На 1 кг Веса Согласно Последним исследованием Оказалось Что 40 мл На 1 кг Веса Вот Если Женщина весит 50 кг То ей Нужно Употреблять В сутки Не менее 2 литров Теплой воды Это Не считая Супа Чая Компота И так далее Именно Теплой Обычной воды Причем Говорю Теплой Теплой вода Полезнее Можно и комнатной Но лучше теплой Что делать Если женщина Пьет Очень мало Жидкости Наверное Проводить Женщине Какой-то Беседы Как-то Убеждать Ее Что нужно Больше Пить жидкости Может быть Если женщине Не поддается Хитрить Может как-то Не знаю Хитрости Ее заставлять Пить больше воды Честно говоря Что делать Если женщина Пьет Очень мало Жидкости Рекомендовать Ей пить Больше Жидкости Причем Нужно Учитывать Что чем Больше соленого Женщина Употребляет То Тем больше Ей будет Хотеться Пить Но Эта вода Эта жидкость Она не пойдет На построение Организма Она будет Абсорбирована Солью Если К примеру Вы Имейте Ввиду Что делать Если женщина Пьет Мало воды То есть Накормить ее Соленой Рыбой Она будет Пить Больше Жидкости Это фикция Она Жидкости Будет Пить Больше Но В толк Организму Она Эта жидкость Не пойдет Особо Наверное Как-то так Да Еще надо Обратить внимание Мы уже Неоднократно Говорим В наших Передачах О том Что Не просто Пить Любую Воду Ведь Можно Из лужи Воду Выпить Можно И Водочки Тоже Некоторые Говорят А что Вода Тоже Кто-то Борщица Накатывает Говорит А тоже Жидкость Кто-то На чаек Налегает С кофейком Жидкость Жидкости Рознь Я уж Не говорю Про Вот эти Перечисленные Продукты Питания Или Изделия Которые К питанию Отношения Не имеют Я просто Говорю К тому Хочу подвести Что Жидкость Жидкости Рознь И Немаловажно Обращать внимание Не только На частоту Что там Не было Каких-то Вирусов Или Бактерий Или грибков Вредных Для нашего Здоровья А чтобы Еще И Функционал Воды Самой Составляющей Энергетической И То что ПАЖ Сейчас Называют Это когда Кислотность И щелочность Сбалансирована В определенном Таком Уровне Чтобы они Тоже Были Правильно Подобраны Чем Выше Щелочная Среда Откуда Вода Поступает Скажем так Чем выше Щелочность Воды Тем Лучше Для организма Но только Конечно В определенных Размерах Я думаю Что Щелочность Десяточку Никому Пить Наверное Не стоит А где В районе 7-8 В этом Дипозоне Наверное До восьмерки Как ты скажешь Наверное Еще можно Употреблять Десятку С рядом ПАЖ 10 Ее Пить Можно Но небольшими Дозами И в качестве Лечения Капельку Капельку Да Грамм 30 По 50 Ее Можно Выпивать Целесообразнее Конечно Где-то Чтобы Было В районе 7,5 8 Потому что ПАЖ 8 Это ПАЖ Околоплодной Жидкости Наиболее Полезная Для нашего Организма Вот Такой Заряд Можно достичь Если мы Будем пить Практически Горячеватую Воду Не теплая Горячеватая Горячеватая ПАЖ Примерно Где-то 8 Вот Конечно Можно Ее Обогащать Различными Камушками Минералами Она Тоже Будет Приобретать Такую Повышенную ПАЖ Вот Можно Пить ее Из каких-то Источников Там Бывают Тоже Природные Источники Вода Где Обладает Таким Сильным ПАЖ Вот Причем Вкус Воды Тоже Очень Вашим Для Нашего Организма Из Каких-то Источников Вода Слегка Сладкая Где-то Соленая Где-то Горькая Где-то И вот Здесь Можно Даже Проводить Диагностику По воде Вы Пьете Воду Допустим С какого-то Природного Источника Незагрязненного И у вас Возникает Подсознательное Желание Нравится Вам Эта Вода Или Не нравится Найдите Ту воду Которая Вам Будет В сладость И Ее Вы будете Пить Пить И пить И пить И вот Эта вода Будет Наиболее Полезна На данный Момент Вашего Организма Вполне Возможно Что В какой-то Период Наступит В момент Когда Вам Она Уже Наскучит И вы Не захотите Больше Ее Надоест Это Будет Говорить О том Что Вы Насытили Свой Организм Теми Микроэлементами Ватая С каким-то Сероводородным Привкусом Видите Тогда Ее Собственно Говоря Хорошо Хорошо Давай дальше Будем смотреть Какие еще вопросы К нам поступили Так Вот Когда Там Рассказывал О банках Об ударном Массаже Вот Всяких Таких Страстях Связанных С грудью Виталий Задал вопрос В эфир А вы На ком-то Это Проверяли Так А вы На ком-то Это Постоянно Проверяю В первую очередь На самом себе Нет На своей На своей Жене На своей Жене В первую очередь Вот А впоследствии Уже и на пациентах И в текущем Моменте На всех Пациентках Которые Жалуются На болезненность Груди И Ежераз Постоянно Из раза в раз Это дает Только положительный Результат Но опять же Здесь я Делаю Такую сноску На правильность Диагностики Очень нужно Перед тем Как приступать К каким-то Процедурам Нужно убедиться Что все Картина Происходящего С организмом С человеком Вам предельно Ясна Вы поняли Что Откуда Берет начало Что из-за чего Происходит Вы поняли Что перед вами За образование Находится В груди Исходя Из пальпирования Исходя Из косвенных Признаков Каких-то И вот Тогда смело Можно приступать А так Я это проверяю На всех Пациентов Не то Что мужчина Пришел Я давай ему Грудь лечить Нет Я имею в виду Те пациенты Которые обращаются Вот именно С жалобами На болезнь Из груди Так пришел Мужик А дай-ка тебе Малозиус Так Ну вот То что Бывают и мужчины Бывают и мужчины С болезненностью В груди Ну бывает Да Мы сейчас О женщинах Говорим Да просят Мужчины Речь пойдет О женщинах Как говорил Райкин Так вот Когда ты сказал Что на жене Проверяешь В первую очередь Мне как-то Пришло в голову Ну Рерат Ну она же Все-таки Не подопытный Кролик А потом Думаешь Красавица У тебя жена Значит Знаешь Наш тоже человек Она тоже иногда Хворает И вот Лечу ее Оздоравливаю А тут Сразу такой Довольно Руки потираешь Ну вот Дошло дело Сейчас Хорошо Ладно Вопрос в эфир От Михаила Из Москвы Возможно ли Взаимодействовать Массажем Воздействовать массажем На отдельные Болезненные участки Организм Женщины При разности Температур Например в бане Или лучше воздействие Производить При постоянной Комнатной температуре Благодарю Лучше конечно в бане Вернее лучше всего После бани Когда вы Тело разогрели Пропарили Когда уже пошла Нега Когда уже Пошло расслабление И вот тогда Вот тогда вообще Это будет Самое лучшее Наиболее полезно Организм Расслабился Плюс При воздействии Температуры Сосуды расширяются Кровоснабжение Улучшается Плюс еще Если избить веником То еще дополнительно От этих вибраций И Внутренние органы Расслабляются И поверхностное Вот это капиллярное Кровоснабжение От ударного воздействия Веником Оно стимулируется Улучшается Капиллярные сосуды Становятся более эластичными Как бы мы тренируем их Таким образом И вот тогда После этого Делать массаж Живота Делать массаж Чего угодно Тело Как угодно Головы Ног Рук Туловище Пяток Это просто супер Вот так что Я всем рекомендую Данил написал Данил написал Комментарий Дополнение Надо бы не забывать Субъективное восприятие Которое может быть Нарушено В результате Прокрессирующего заболевания Что приведет К ошибочности Оценки самочувствия Вот этого тоже Мы с тобой не сказали Так что да Имейте ввиду Иногда у больного Бывает так что Например Перестает чувствовать Острое Соленое Кислое Он ест то Что в нормальном состоянии Никогда бы не съел И причем Так бывали Такие случаи Ест соли Не чувствует Он там полсоломки Себе в суп высыпал И говорит Что ж такое несоленое Все там с ума сходят Смотрят Для чего А это Это в свою очередь Явный признак Дисфункции почек Если человек Вот налегает на соленое Это явный признак Дисфункции почек А вот остальные Допустим Моменты Пристрастия человека К каким-то Можно иногда Даже так сказать Мерзким вкусом Мерзким противным запахом А человек это ест Это может говорить О дисфункции селезенки Поэтому Вот как раз Пищевые привычки Прекрасно Опять же Метод диагностики Смотришь Человек Налегает на что-либо На сладенькое Раз На мясо Налегает Два Налегает на соль Три Налегает на острое Четыре И так далее И это является Тоже диагностикой И как раз таки Вот потеря Субъективного восприятия Она и дает нам Представление О тех процессах Которые происходят В организм Ты про баню говорил Просто не забудь Да И то же самое происходит В организме И потом к бане Перейди Там я тебя прервал А баня Ну баня это здорово Баню я люблю Вообще очень люблю И как бы Люблю и сам баниться Париться И люблю когда Кого-то парю в бане О бане я могу разговаривать Вообще очень-очень долго Василий Сережич Ляхов Привил мне любовь К бане И теперь я Можно сказать Фанат И банный человек Ну может быть Не такой банный человек Как все остальные Банные люди Но я Как бы в душе С ними Со всеми Так что Баня это Настолько важная часть Нашего быта Настолько важная часть Нашей жизни Что переоценить Недооценить ее Невозможно В банях Происходил Можно Может происходить Весь цикл Наиболее важных событий Нашей жизни Там и На свет появляемся Мы Там и Лечимся мы Там и отдыхаем Мы Там и Род свой продолжать Можем мы То есть баня Это Такое можно сказать Идеально Приспособленное место Для Наиболее важных Действий В жизни Человека Все стихи Там собраны Вместе Да Надо брать внимание Да Все стихи Собраны Кстати Вот про баню Говорил В прошлом году Мы встречались С тобой На большом банном форуме Это было в Сочи Когда нас пригласили Там Скажем Ты там выступал С лекциями Делал репортажи Интервью Наблюдение И так далее А в этот раз Приглашают На Дальний Восток На Дальний Восток Поедешь Осенью С радостью Я никогда там не был Я бы с радостью Да Интересно конечно Ну ладно Дальше продолжаем Отвлеклись немножко Продолжаем дальше Вот когда мы говорили С тобой Про Вот эти вот Массажи скалкой Я так чувствую Все побежали на кухню Схватили скалки И теперь Аркуинон задает вопрос А в какую сторону Закручивать скалку Чтобы кишечник Стал по центру Так я представляю Аркуинон так скалку Держит перед пупом И так в нерешительности А куда крутить Вправо-влево Ну-ка Поведай нам Аркуинон Весьма толковый парень Он сечет Он задает вопросы В самую суть Вот Видно он Он тоже Ни одну собаку На этом деле съел Это наш человек Его прекрасно знаю Очень хороший Добрый человек Так что он Он наш человек Он понимает О чем спрашивает Да Так вот скалку Если мы ее погружаем Глубоко Мы ее закручиваем Против Часовой стрелки Если мы Производим Поверхностные Поглаживания Живота Мы Поглаживаем По часовой Стрелке Поверхностный Массаж Живота Производится По часовой Стрелке По ходу Движения Пищи По толстому Кишечнику Поверхностный Массаж Живота Если мы Делаем Глубины Массаж Живота Когда мы Засовываем В живот Руки Пальцы И так далее И производим Какие-либо Вращательные Движения То здесь Мы вращаем Только против Часовой Стрелки Против Хода Движения Пищи Но здесь Я должен Сделать Небольшой Комментарий Если мы Снимаем Болезненность Или отечность Толстого Кишечника Разминанием Мы Движемся От Слепой Кишки Ксигмовидные То есть По часовой Стрелке По ходу Движения Пищи Даже При глубинном Массаже Но это Не вращение Это Как бы Фрагментарное Локальное Разминание То есть Здесь размяли Поднялись Выше Там размяли Повернули Вправо Размяли И постепенно Разминаем Фрагментарно Всю Толстую Кишку Но Если мы Производим Вращательные Действия Скалкой Когда мы Вращаем Глубинные Части Кишечника Мы вращаем Против Часовой Стрелки Почему Потому что Если мы Начнем Глубинные Слои Кишечника Поворачивать По часовой Стрелке Мы можем Образовать Перегиб Заворот Кишок Как это называется Заворот Кишок Случается Из-за Других Моментов Но В данном Случа Если мы На глубинном Уровне Будем Вращать По часовой Стрелке Можем Образовать Заворот Это не факт Что так будет Но Есть такая опасность И Напротив Если мы Глубинные Слои Кишечника Будем Вращать Против Часовой Стрелки Никакого Заврота Кишечника Мы не Получим А Более Того Кишечник Вернется Рефлекторно Обратно В то положение В котором Нам это И нужно А если Мы будем Дальше Усугублять По часовой То он Может И остаться В таком Положении Произойдет Нарушение Работы Кишечника Поэтому Глубинные Слои Кишечника Вращаем Только Против Часовой Стрелки Поверхностную Работу Производим По Часовой Стрелке Хорошо Здесь Вопросы По бане Виталий Имеет ли Разницу Какой именно Веник В бане С чего С каких Деревь Да Имеет У нас Был Эфир С Ириной Голановой Она там Много Что Рассказала Так что Поищите В архивах Записи Эфиров Где Слово Эфира На сайте Есть Или В поисковике Ирина Голанова Вот Прямо На нашем Сайте Поисковик Есть И там Вы увидите Эфир С ней Где мы Говорили Про Разные Веники И как Они влияют На что Они влияют Но будет Возможно Мы еще С Ириной Встретимся Потому что По баням Она тоже Очень хорошо Разбирается Она кстати Была Одной Из устроительниц Большого Банного Форума Которым Мы Так В шутку Прошлись Очень хорошее Впечатление У меня О нем И Хорошо Бы Чтобы Это Направление Банный Форум Такой Банное Вообще Направление Развивалось Именно В правильную Сторон А не так Сейчас Как Кто Зове Не хватается Тот И банщик И парильщик И пармастер Оказывается Там Есть Определенные Томкости О которых Многие Люди Не знают И мы С тобой Еще Здесь Остается Вопрос Виталия Я его Напоследок Приберегу Еще Мы с тобой Не обсудили Тему Неправильного Прилежания Плота И как Можно Самостоятельно Корректировать Это положение И надо Чуть-чуть Пройтись По домашним Родам Что это Такое И как С этим Быть Вот давай Про плот Поговорим Давай про плот Значит Здесь Все Элементарно Просто Для того Чтобы Исправить Вернее Даже Не то Что Исправить А диагностировать Правильно Или неправильно Лежит плот Для этого Опять же Возвращаемся К ягодицам Необходимо Изучить Тонус Понять В каком тонусе Находятся ягодицы Если ягодицы У роженицы Болезненные То есть При легком Надавливании Не болезненные Сразу хочу Оговориться Что роженицам Нельзя вызывать Резкую боль То есть Все Воздеся Должны быть Очень мягкие Очень такие Легенькие Так вот Если Ягодицы Болезненные Это говорит о тонусе матки То есть Матка напряжена И здесь Мы Имеем рефлекторную связь Между маткой И ягодичными мышцами Мы Легонечко Разминаем Ягодицы Делаем их Безболезненными И тем самым Мы расслабляем матку С одной стороны С другой стороны Как это Производится Значит Женщина Кладется На бок На бочок Ножки Сгибаются Под 90 градусов И таким образом Ягодица У нас Оказывается Сверху И доступна И вот Мы ее Всю Проходим Потихонечку Мягенько Смотрим Где есть напряженные Участки И разминаем Причем Ягодицы Становятся Рефлекторной Рефлекторной Зоной Матки Только В период Беременности У женщины В обычный Период Там есть Области Мочевого Пузыря И так далее И так далее Но в период Беременности Это одна Большая Рефлекторная Зона Матки И вот Мы берем Всю Ягодицу И потихонечку Снимаем С нее напряжение Тем самым Мы расслабляем Одну половину Матки Женщина Переворачивается На другую сторону Мы расслабляем Другую ягодицу Расслабляем Другую половину Матки Что такое Неправильное Прилежание Плода Это когда Вследствие Гипертонуса Матки Плод Разворачивается Определенным Неправильным Образом Но Тут же Когда Тонус Матки Уходит Ребеночек Внутри Утробы Он сам Самостоятельно Разворачивается Ложится Так как Естественно Ему лежать Неправильное Прилежание Возникает Тогда И только Тогда Когда есть Гипертонус Матки И там уже Ребенок Подстраивается Под этот Гипертонус И занимает Для себя Такое Определенное Положение При котором Ему наиболее Комфортно Выживать И зачастую Бывает Что он Переворачивается В обратном Направлении Вот Поэтому Мы снимаем Гипертонус Матки Тем самым Расслабляем И ребеночек Ложится Так как Нам нужно Вот Есть Более Сложная Методика Я О ней Сейчас Рассказывать Не буду Но там Есть Поворот Плода Через Переднюю Дышную Стенку Он Очень Постепенный Плавный Он может Занимать До Десяти Часов От Разворла Вот Там Руками Снимается Болезненность Напряжения С Матки Там Нужно Иметь Очень Большой Опыт Тактильную Чувствительность И так далее Чтобы Подобным Образом Править Вот И Снимаем С одного Сегмента Матки С другого И вот Постепенно Ребеночка Двигаем Двигаем Привращиваем Но В любом Случше Лучше Делать Это Естественным Образом Без Надавливания На сам Плод То есть Через Снятие Напряжения Особности Ягодичных Мышц Вот Это Что касается Правильного Привяжения Что касается Домашних Родов Да Алексей Ну да Давай Про это Пройдемся А то Как-то Пока С тобой Не говорили А по Предыдущим Вопросам Вот По предыдущей Теме Что я Сейчас Сказал Есть Какие-то Вопросы Дополнения Что-то Ну Если Есть Какие-то Вопросы От наших Радиослушателей То Наверное Об этом Они Сейчас Нам Зададут Вопросы А ты Пока Давай Про домашние Роды Нам Расскажи Домашние Роды Ты знаешь Вообще То что У нас Сейчас Называется Домашними Родами Это Вообще Называются Естественные Роды До Революции Род Дома То что Сейчас Современные Род Дома Есть Ранее Назывались Домами Терпимости В них Рожали Нищие И Проститутки Все Остальные Люди Рожали Дома И Всегда И До Сих Пор Есть Я К сожалению Сейчас Из памяти Вылетел Государство Европе Где Отсутствуют Роддома И Все Женщины Рожают Дома Естественные Роды Это Процесс Естественного Появления На свет Который Не Сопряжен С получением Психологических Травм Ребенка Причем Роды В роддомах Современные Роды Это Экзекуция В ходе Которой Ребенок Травмируется Ребенок Травмируется В большей Степени Психологически Роды У женщины Это Процесс Достаточно Длительный А в Современных Роддомах Там Существует Регламент Если Ребенок Не вышел Через Промежуток Времени В течении 40 минут Если он Не прошел Родовой Канал То Его выход Стимулируется И так далее А в Естественных Родах Ребенок Может Проходить До Трех Часов Родовой Канал И В период Прохождения Родового Канала У него Происходят Определенные Психологические Энергетические Инициации Он Проходит Определенные Этапы Своей Жизни И те Люди Которые Родились Посредством Кесаревого Сечения Которые Не прошли В природах Родовой Канал У них Уже Психика Устроена Несколько Иначе Они Не получили Тот Опыт Рождения Которые Должны Были И К сожалению Немножко Частью Психологии Дисфункциональные Домашние Роды Важны Еще Тем Что Мать Во время Родов Не испытывает Никаких Психологических Стрессов И дискомфортов От нахождения Чужих Посторонних Людей Рядом С ней Находятся Только Ее Родные Любящие Люди И Это Очень Важно Энеретически И Внутренний Настрой Женщины Очень Важен Далее Очень Важно Чтобы Не было Стимуляции Родов Когда Женщина Говорит Вот Вы уже Там Долго Не рожаете Там Или Не рожаете Так Нам Нужно Не угладывайтесь Регламент Начинает Стимулировать Это Тоже Очень Вредно Тоже Очень Плохо И для Плода И так Далее Плюс Есть Такой Момент Когда В Предродовой Период Начинается Кислородное Голодание Плода Современные Медики Считают Что Это Очень Вредно Что Раз Плод Начинает Наблюдаться Асфиксия Кислородное Голодание Вернее Гипоксия У плода Это Плохо В предродовый Период Так Бывает Нужно Что-то С этим Делать И Начинает Что-то Вводить В кровь Матери Чтобы Повысить Кислородную Составляющую В плоде И так далее Это Тоже С точки зрения Естественных Родов Недопустимо Почему Потому что Ребенок Перед Процессом Родов Он Вводится В определенное Состояние Гипоксии В такой Легкий Анабиоз Когда Легкое Не то Что Одурманивание Но Такое Слегка Трансовое Состояние И Весь Процесс Родов Он Проходит В таком Слегка Трансовом Состоянии И Новый Приток Кислорода Воздуха И Приток Сознания У него Происходит Уже После Выхода Из Родового Канала Тогда Когда Ребенок Делает Вдох Первый Он Осуществляется Через Плач Либо Через Смех А Легкая Гипоксия В родовой Период Это Абсолютно Нормально Плюс Там Масса Вопросов Вернее Не то Что Масса Вопросов А Весь Процесс Родов Сначала И до конца Направлен На Вырождение Человека Потому Что Я понимаю Что И ты Алексей И я Мы все Рождались В этих Роддомах И мы Не выродились В целом Вроде бы Нормальные Люди Но Тем не менее Если бы Мы рождались Дома Мы были Вообще Такими Знаешь Не богатырями Витязью Мы были Такими Прекрасными Еще бы Лучше Чем сейчас И все Остальные Тоже Но К сожалению Проходя через Роддома Через Психологически Травмируемся И что-то Уже В нашем Сознании В нашем Понимании Мировосприятие Изменяется Для этого Кстати Роддома И придуман Чтобы Определенную Духовную Связь Со своим Родом С Какими-то Такими Глубинными Процессами Прервать Используют Искусственные Роды Когда Все эти Связи Не устанавливаются Обрываются Плюс Когда Ребенок Рождается В воду В домашних Родах Когда это Используют Это тоже Дополнительный Плюс Плюс Когда женщина Рожает В удобной Для нее Позе А не Лежа На спине Потому что Лежа На спине Рожать Это Неестественная Поза Есть Очень Много Таких Моментов Которые Имеют Значение Когда Врачи Пытаются Вмешаться В процесс Родов Что-то Режут Нарушают Целостность Ткани Тоже На все Это Имеет Значение Плюс Как ребенок Вообще Проходит Родовой Канал Он Мышцы Сокращения Мышц И матки Сокращения Мышц Влагалище Постепенно Постепенно Его Выталкивают Если Происходит В роддомах Я бы Тот процесс Родов Который Происходит В роддомах Я бы Назвал Его Искусственно Там Стимулируются Роды Там Как-то Дополнительно Вводятся Какие-то Химические Вещества Которые Вызывают Спазм Это все Неестественно И В том числе Откладывают Состояние На здоровье Матери Если Мать Если Женщина Впервые Рожающая Ребенка Родила Его Неестественным Образом Это Может Нарушать Глубинную Связь Матери Со Своим Ребенком В Некоторых Случаях Если Ребенок Не прошел Родовой Канал И Сделали Кесарево Сечение Мать Не воспринимает Его Как Ребенка В полном Мере Да Она Понимает Что Это Ребенок Но Глубинная Такая Связь Она Мать Родила Своего Ребенка Через Определенные Испытания Определенных Ощущений И Кстати Болевые Ощущения Во время Родов Они Тоже Неестественные Болевых Ощущений Во время Родов Как Таковых Тоже Быть Не Нужно Здоровая Женщина В репродуктивном Плане Здоровая Организм Здоровый Она Рожает Безболезненно Относительно Безболезненно Конечно Какая-то Боль От Движение Ткани И присутствует Но Критических Болей Таких Невыносимых Нет Более Того Если Организм Женщины Здоров У нее Вырабатываются Определенные Гормоны Которые Снимают Эту Болезненно Женщина Не Чувствует Боль Более Того Некоторые Женщины Чувствуют Состояние Близкое К оргазму Во время Рода Вот Это Здоровая Женщина И Они Так Рожают А Современные Женщины Которые Проходят Все этапы Наших Женских Консультаций Поликлиник Воздействие На себя Химпрепарата Воздействие Транквилизаторов Обезболивающих И всего остального Для них Роды Превращаются В пытку И в какую-то Экзекуцию Медицинскую Процедуру Однако Процесс Родов Это Глубинный Процесс Который Затрагивает Приход Нового Члена Общины Нового Родича На землю Перевает Там Очень много Сакрального И тем не менее Вот Для того Чтобы Я считаю Сознательно Искоренить Дух Народа Искоренить Определенные Качества Народа Вели Вот роддома Опять же Повторюсь До революции Это назывались Дома терпимости Рожали у них Только бездомные Проститутки Сейчас там Рожают все Вот А домашние роды У нас Законодательно Запрещены К сожалению Последнее время Такая тенденция Если что-то В нашем государстве Запрещается То значит Это вещь стоящая Ты экстремист Понятно Я? Да Ты пропагандируешь То что запрещено А это Экстремальный подход Я хочу Вот что сказать Все что сказал Это правда По поводу Там Всех этих Домов Роддомов И так далее Изначально Они делались Примедицинских Учреждений Для того чтобы Тех Кого обучали Тем Кого обучали Показывать Как эти процессы Проходят Естественно Что на благородных Дамах Или на семейных Женщинах Такое не показывалось Такие эксперименты Или вот Роды устраивались Показные На тех Кто гулящие Какие-то там Приблудные Или скрытно родные Там указы Екатерины Можно по этому делу Почитать По этим направлениям И они Первые вот эти Роддома Они делались Именно при Больницах При университетах В Москве И Петербурге И Петрограде И в конечном итоге Уже при советской власти Это все вышло На конверное Такое производство Родоспоможение Но перешло В больничный Такой вариант Слово больница Происходит Слово боль Это надо всем Понимать И учитывать И надо еще Понимать Что многие Миллионы лет Существования Нас как вида Я сказал бы Многие миллиарды лет В разных На разных землях В разных условиях Они В общем-то Вот эти миллиарды Являются доказательством Тому Что наш вид Вполне Жизнеустойчивый Жизнеспособный И По роду По природе По своей Все предусмотрено Как и с точки зрения Появления на свет Так и с точки зрения Ухода Из этого света Из мира Яви В мир Нафи И дальше Там по своему Развитию И поэтому Придумывать Велосипед Пытаясь Облегчить То что И так Легко По природе По своей И является Естественным Это Несколько Глупо Но поскольку У нас конвейер Глупости Очень хорошо развит И клепает Недоумков Другого слова Я не подберу То этих Недоумков Очень просто Сбить с панталлы Очень просто Вбить им в голову Какие-то глупости Которые строятся На страхи И через эти страхи Уже направлять их Куда-либо А направлять их Куда? Ну, наверное Туда, где можно Постричь с них Шерсти Взять с них что-то Взять с них деньги И так далее И тому подобное Вот современная К несчастью Медицина В большинстве Своих случаев Именно на это И настроено Я не беру Ввиду Тех гениальных Людей В медицине Которые спасают Жизни Это необходимо То есть хирургия И может быть Там еще что-то Это необходимо Есть такие моменты В жизни человека Когда вот Без помощи Хирурга Или врача Ну, просто Не обойдешься Но если Большинство людей Нацелены Именно на это То меня тут Уже начинают Настораживать Хирургические Вмешательства Это крайне редкие Должны быть Но случилось что-то В жизни Случается Может один Два Три раза Но когда у нас Больницы все Битком забиты Так сказать Больными Людьми Которые по своей сути По глупости По своей болеют По невежеству Вот это меня Настораживает И родоспоможение Которое перешло В больничный вариант Это меня тоже Настораживает Но есть одна лазейка Которую Вот ты сейчас Не сказала Которую я уже По своему опыту Могу говорить О том Что сейчас В роддомах В большинстве роддомов Даже в самых захолустных Можно мужчине Присутствовать В отцу Можно присутствовать На родах И своего ребенка Получить В свои крепкие Отеческие руки И вот Те наблюдения Которые У меня есть Они говорят О следующем Когда Родители Зачинают Ребенка В любви Когда в любви Ребенок Развивается В утробе Мамы Когда папа Заботится О своем ребенке Когда отец Желает этого ребенка Когда мать Желает этого ребенка И когда Они даже Не решившись На домашние роды По каким-то Обстоятельствам Может быть Из-за того Что они готовы Может быть Из-за того Что Кто-то им что-то Напел Ну бывает такое Но не готовы То в этом случае Есть выход Такой Идут Они в больничку Вот в эту Или роддом При больничке И говорят Мы желаем Провести Роды Совместно Там начинается Естественно Уговаривание Зачем это надо Это экстрим На что В общем-то Нормальный мужчина Говорит Это как же Так Под кожу Женщине Что-то загонять Это не экстрим А принять ребенка Своего Это экстрим И вот тут Врачи начинают Многие успокаиваться Но до поры До времени Успокаиваться Значит Когда подписывают Все договора Определяется Где Как будет рожать Что нужно Как правило Папе выставляют условия Чтобы он прикупил Что-либо Для того Чтобы появиться В нужной одежде В роддоме Не испортить Вот там Кружающую среду Своими инфекциями Вот То Как правило Его не пускают Еще до того Как роды Начинаются И вот тут Надо быть настойчивым Отцу Напоминать охране Чтобы они Звонили туда Чтобы они Связывались с врачом Чтобы тот Сказал да Пропустить Чтобы отец Оказался До того Как ребенок Уже станет Появляться Из чрева Мамы Чтобы он До этого был Никаких там Видеокамер Собыврать не надо Это глупости Надо просто присутствовать Естественно Что врачи Будут маме говорить Мама Зачем тебе это надо Ну папа Это же экстрим И вот тут маме Надо сказать Нет Мы договаривались Последнюю силу воли Проявить Нет Мы договаривались Он должен быть Он должен быть Об этом мы договаривались И что происходит дальше Значит в любви Ребенок Зачат В любви Он развивался И вот пришло время В любви ему появиться Когда присутствует Папа Папа Наблюдает За тем Чтобы с его ребенком Ничто плохое Не сделали Чтобы с мамой Ничего плохого Не сделали Чтобы все происходило так, чтобы ребенку была польза. То есть, не так, что выдернули ребенка, выдавили его, потом пуповину оборезали, завязали, там из пуповины все это еще до конца не вышло кровь, выдернули там все, что осталось. Вот этого безобразия не должно происходить. Папа должен проследить за тем, чтобы пуповина закончена пульсировать, чтобы вся кровь к ребенку вышла. А это очень важно, ведь в плаценте остается очень много крови, и это кровь ребенка. Это если мы не перекачаем кровь из плаценты в ребенка, это все равно, что из взрослого человека слить литра два крови. И потом получаются интересные моменты, если вдруг сравнивать ребенок, который кровь свою из плаценты получил, какой он вышел, можно наблюдать, он не сморщенный, он не синюшний, он не зеленюшный, он розовенький, он довольный, он крикнул только для того, чтобы расправить легкие. Дальше папочка его берет в мамочке, там на круть кладет, ребенок присосался, он почувствовал вкус, получил гормоны, он ощутил тепло мамы, запах мамы, он получил запах папы, ощутил ароматы папы. Вот это очень важно. Он получил всю кровь. И сравнить его с тем безобразием, которое происходит, когда ребенка выдавливают, папы рядом нет, быстренько конвейер выдернули, быстро отрезали, отступили, два-три пальца отрезали, крутанули, плаценту взяли, бросили куда надо им, чтобы потом из нее что-то там доставать, вытягивать. Ребенок не получил нужного количества крови, он страдает, он переживает, он болеет, от мамы сразу отняли, сразу куда-то там обмыли, взвесили на холодных весах, там под холодной строй воды, унесли куда-то. Ребенок синий-зеленый, ребенок весь сморщенный, он находится в непонимании, что с ним произошло. А это первое ощущение в этом мире, первые и единственные, которые никогда больше повторить невозможно. Этот страх, это одиночество, это непонимание, где он находится, они долго сохраняются. Ребенок потом несколько часов кричит, он переживает, он чувствует себя ненужным, преданным. А это первые ощущения, самые главные в этой жизни, предательство, страх, ощущение ненужности, они будут сопровождать его всю жизнь. И на этом стержне, на этот стержне будут одеваться все остальные ощущения. Платформа будет, страх, ненужность и так далее. И переживания все. Вот на это будет строиться вся его жизнь. Потом думайте, кто ваш ребенок? Почему он начинает вам встить? Почему он как будто чужой себя ведет? Почему он с папой начинает пререкаться, с мамой, бабушку, дедушку не ставят в него, что он ищет где-то на улице, на стороне каких-то своих вожаков, вождей и так далее. А тут получается, ребенок крикнул пару раз, к маме присосался от мамочки, папа его взял, пока маму там готовят, в палату переводят, отец гуляет с ребенком, час, полтора, два, это не важно сколько. Главное, что они объединены. Ребенок спокоен, он не кричит, он смотрит, разглядывает папу, разглядывает, что происходит. Он засыпает, вот разницу чувствуете. И потом он себя ведет спокойно, потому что он не чувствовал предательства, он не чувствовал боли, он не чувствовал вот этого одиночества. Он всегда находился с любимыми родителями с первых секунд его жизни. Вот это вот говорит о том, что ребенок такой, он будет здоровый, он будет благодарен, он будет член семьи, член общества. В отличие от тех инкубаторских, которых выдернули, взвесили, как это, бройлеров, бройлер весит столько-то, подходит для жизни, да, там, пора, не пора. И отправили куда-то в комнату, где все орут, где все так же переживают. Вот просто вот это себе представьте, и многие вещи станут у вас в голове на свои места, и тогда все будет хорошо. К сожалению, а может быть, к счастью, не знаю, но многие не решаются рождать дома, я не говорю, хорошо это или плохо, но даже если вы решили рожать, то рожайте правильно. И когда, вот еще к маме возвратимся, когда все происходит по любви, когда мама спокойна, да, она может там от неожиданности что-то вскрикнуть, она может там что-то сказать, но у нее и раскрытие происходит правильно, потому что гормоны выделяются правильные, у нее и тазовые косточки расходятся, как правильно, ребеночек выходит правильно, его выдергивать не надо, роды проходят достаточно быстро, роды проходят легко. Никаких порывов, никаких надрезов там делать не надо, Все, тем более там кисарить Все проходит естественно Все происходит без каких-то сильных Переживаний, страхов и боли И так далее, то, о чем говорил Рерат Вот это все надо учитывать Это все так, как должно быть Не надо бояться естества Иначе вы сами себя бояться Уже скоро начнете Вас и так уже запугали Не надо делать то, чего по природе вам неестественно А делайте то, что по природе вам естественно Но если вы идете в туалет Вы же не становитесь, не окунаетесь В унитаз головой, чтобы пописать А попку кверху поднимаете Вы наоборот, вот то же самое и здесь Принимайте ту позу и позицию Договаривайтесь с роддомом Так, чтобы не из вас выдавливали А ребеночек сам выходил под собственным весом Чтобы все раскрывалось Поэтому поза должна как минимум полулежачая А лучше все-таки полусидячая Или сидячая, или там стоячая Как кому нравится, как кому удобней Вот все должно быть в роддоме Если уж мы говорим про роддом правильный Для ребенка и для мамы А не для врачей, которому удобно заглядывать И что там происходит Вот это очень важно Ну, в принципе, вот моя такая монотонная речь Закончена Можешь продолжать Или давайте там еще вопрос задам Если ты не хочешь что-то добавить По родам домашнему Я единственное добавлю Ты абсолютно все верно рассказал Я с тобой абсолютно во всем согласен Добавить могу лишь только одно Ну, наверное, ты об этом тоже говорил Может, я упустил Очень важен контакт глаза в глаза ребенка Когда ребенок открывает Вот первый раз открывает глаза Желательно, чтобы он увидел Встретился взглядом с матерью То есть вот он рождается Его тут же кладут на область сердца Где у матери Ему нужно почувствовать кожу мамы Ему нужно почувствовать Услышать сердцебиение Привычный для него звук Потому что он его слышит Ребенок по звуку сердца ориентируется Ориентировался все это время Пока находился в животе Как только изменялся эмоциональный фон И стук сердца у мамы То ребенок тоже изменял свое поведение Находясь в утробе И вот он, когда выходит на свет Он должен услышать этот звук Он должен, как ты Алексей сказал Действительно, понюхать маму Принять ее запах Он, когда открывает глазки Очень важно встретиться взглядом с мамой И вот этот контакт глаза в глаза Он тоже очень многое закладывает Вот Ну и, соответственно, да Дальше все, как ты рассказал Он там попил молоко Вот И, может быть, заснул Вся кровь из плаценты к нему перешла Потому что там иммунитет и все остальное Ну а дальше уже Там эту плаценту Можно куда-то в землю закопать И дерево посадить И трудовое вот это вот Дерево лечебное этого человека Ну, собственно говоря Наверное, мы с тобой очень много сказали Особо добавить мне в этом плане нечего Да, есть такое понятие Глазки открывают Вот кого они первым видят Затем они и стараются следовать То есть, кого увидел Тот и мама Вот это надо учитывать Поэтому, если вы Своего ребенка доверяете Какому-нибудь дяде Или какой-либо тете В медицинском халате Которые принимают роды Но при этом отсутствует папа То в этом случае Может получиться так Что вам просто показали Так с боков Ребенок ваш, не ваш Бирочку наклеили И отправили Вот в ту комнату Где все новорожденные Лежат и Страдают Кричат, надрываются Если же вы Мать, которая рожает Ну, без папы Каким-то причинам Еще, может быть, не хватило Здравомыслия На то, чтобы с папой рожать По каким-то причинам Не будем обсуждать Хорошо это или плохо То хотя бы потребуйте Чтобы ребенка дали вам Чтобы он вас понюхал Вас потрогал Груди прикоснулся Чтобы молока еще не будет Еще будет молозива Но хотя бы Чтобы он ощутил вкус Гормоны, чтобы перешли Это очень важно Для запуска пищеварения Правильного Чтобы он посмотрел на вас И не сразу, чтобы вы убрали А если папа Чтобы папа проследил Чтобы все произошло нормально Чтобы ни в коем случае Его как-то не Слишком сильно Не трясли Не дергали Не издевались над ребенком Другими словами И чтобы папа еще взял Чтобы еще к папе обязательно И вот тут начинается уже Контакт Глаза в глаза О чем ты говорил Это очень важно Это очень важно Вкусы, запахи Ощущения Глаза в глаза Это все Что вот сейчас Представляете Для ребенка Который находился В утробе Вот он появляется Любая информация Это 100% Все информации Его жизни Вот до этого У него не было вообще ничего Это 100% Его жизни информации Вот какие Эти 100% Сейчас у него закладываются Такая и будет Такая и будет у него жизнь Счастливая Или несчастная Добрая Или злая Без страха Или в страхе Вот это все надо учитывать Поэтому Это очень и очень важно Ну и давай В заключение Еще Ответали вопрос Который Раньше пришел И вот я его оставил Напоследок Он не относится К нашей теме Но очень такой Интересный вопрос А консерванты Создают почву Для вирусов Иммунного дефицита Человека То есть ВИЧ Можно отвечать Конечно Я считаю Что Вирус иммунного дефицита Человека Или же Потом перерождающий Синдром потери Иммунного дефицита Это миф И на самом деле Такой Субстанции Не существует Это миф Разработанный Фармацевтическими Компаниями Это мое Субъективное мнение Я не утверждаю Что оно является Истиной в последней инстанции Но у меня такое мнение Присутствует Разработано Для определенного Витка фармацевтики Вот если рассмотреть К примеру С этой точки зрения Когда у нас появились Одноразовые шприцы Одноразовые Ну все Медицинские инструментарии Одноразовые После того Как вроде бы Обнаружили ВИЧ Это Многомиллиардный бизнес По производству Одноразового Медицинского Инвентаря Другой момент Я В своей жизни Так довелось Что общался И дружил У меня были ВИЧ инфицированные Ребята Которым поставили Такой диагноз Вот Они Ощущают себя Субъективно Ощущают себя Здоровыми людьми Считают Что Такого вируса Не существует И Часть из них Живет Здравствует И более того Делают повторные Анонимные анализы У них ВИЧ Не находят Потом Дали Все Жизни То есть К примеру Такое бывает У нас В стране Как устроено Ты сдаешь анализы У тебя выявляет ВИЧ Ты потом Всю жизнь Будешь стоять На этом учете Однако же Есть Такие моменты Это объективная Реальность Когда один раз Ты сдал У тебя обнаружили ВИЧ Ты сдаешь Через какое-то время Потом У тебя этот ВИЧ Не обнаруживает То есть Невозможно В современных условиях ВИЧ не вылечивается Ну считается так Современная медицина При этом Предрасположенность К его выявлению Имеется там При огромном количестве Заболеваний Если у вас Заболевания Поджелудочной Железы Почек И так далее И так далее Вам могут поставить ВИЧ Если у вас Ослабление иммунитета Вследствие Там Зола Вам могут поставить ВИЧ И так далее То есть Масса предпосылок Когда просто Могут перепутать Сниженный иммунитет С ВИЧ И Вследствие этого Можно Предположить Что Такой ситуации На самом деле Как ВИЧ Не существует Но Те же самые ребята Вот ВИЧ инфицированные С кем я общался Часть из них Все же умирает Причем Умирают одинаково У них повышается Очень резкая температура И они смирают Буквально в течение Одного-двух дней Вот К сожалению Такая ситуация Но Подавляющая Большинство Ну не то что подавляющая Но минимум Половина из них Выживает И живет До Ну не то что старости Я еще не видел И старость Потому что они Зачастую Мои ровесники Вот Но Вот Такая парадоксальная Ситуация Лично я считаю Что Все-таки Здесь очень много Спорного отношения Вируса ВИЧ Если Разбирать Непосредственно Консерванты Какую почву Они создают В организме Но Они Изменяют Наша Начинает Изменять Наш организм На клеточном уровне И это конечно Оказывает Влияние На метаболические Процессы Которые происходят В нашем организме В любом случае Они нам Не полезны Влияние На иммунную Систему Как таковое Консервантов Возможно На какой-то и есть Но я его не вижу В целом Они оказывают Влияние На организм Наш на клеточном уровне Конечно Естественно Не полезны Но Вот Однозначно Ответить Да На этот вопрос Виталия Что консерванты Создают Почву для вируса ВИЧ Я считаю Что это неверно Большую Почву Для развития Вируса Создает Непосредственно Духовное Разложение Человека Когда Ведь Все знают Что вирус Иммунодефицита Человека Мы можем Подхватить Только от Другого Зараженного Сам он Развиться В нашем Организме Не может По воздуху Прилететь К нам Тоже не может Через бытовые Преодвежности Он тоже Не переходит И здесь В большей степени Нежели Консерванты Здесь Нужно Учитывать Состояние Морально-нравственного Человека То есть Морально-нравственное Состояние Человека Занимается Или он Имеет ли он Интимные отношения С одной Женщиной Или с многими Женщинами Или еще Хуже Имеет ли он Интимные отношения С мужчинами Там Или не дай бог С какими-то Животными Вот Вот Это самая Большая опасность Как может ВИЧ Переходить От человека К человеку А консерванты Создают ли они Почву для вируса Иммунодефицита Человека Но Если у человека Сильный иммунитет То Наверняка Не то что Наверняка Если у человека Кровь здоровая И ПАЖ Ее составляет 7,41 То Никакой вирус Абсолютно Никакой вирус У наш организм Не проберется Все что Закисляет Нашу кровь Все что Делает ее Более густой Все что делает Форменные Элементы крови Менее Подвижными Все в конечном итоге Снижает состояние Иммунитета Нашего организма Консерванты Здесь не единичны Но Ведущую роль Консервантов В создании почвы Для Проникновения Я скажу так Вируса Иммунодефицита Человека В наш организм Я не вижу Хорошо Я хочу сказать Что Так же как это Я как-то Ну не особо Верю То что существует ВИЧ И так называемый СПИД Вирус Иммунодефицита Синдром СПИД Поскольку Никто Эту бактерию Или Вот возбудители Самого Никогда еще Никому не показал А если его нет То вопрос А кто тогда Его вызывает И здесь Напрашивается Очень элементарный ответ Под ВИЧ Вирус Иммунодефицита Так называемый Пытаются Подсунуть Различные Варианты Иммунодефицита Когда просто Падает иммунитет А иммунитет У нас В плохое состояние Приводится На раз В том числе И консервантами О которых Спрашивал Виталий В том числе И нездоровой Атмосферой В том числе И алкоголем В том числе И прививками В том числе И ГМО продуктами В том числе И всякой дрянью Красителями Добавками Химическими И прочим 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 Там пестициды Которых количество Увеличивается Нитраты Которых количество Увеличивается И прочее Прочее Поэтому Человека сначала Доволят До какого-то До какой-то Кондиции Когда ему становится Очень плохо И к нему едет Японская Скорая помощь С названием Кому-то херовата Вот И Распугивает всех Своими мигалками И звуками И после этого Радостно Врачи заявляют А у вас ВИЧ И мы теперь Вас будем лечить Вопрос От чего Покажите мне Пожалуйста Эту бактерию Этот вирус Будьте любезны Возбудителя Покажите Мы давайте его хлопнем И ВИЧ Сам собой пройдет Нет Его хлопнуть нельзя Он очень скрытный Он постоянно мутирует Он куда-то там внедряется Никто не может показать Куда и как Вернее Рассказывает Придумывает версии Куда и как Но никто не может его найти Вот Поэтому Это Вот эти иммунодефициты Это следствие Нашего нездорового Образа жизни Нашего нездорового питания Употребления Всякой дряни Гадости И в конечном итоге Банально Нервных переживаний Потому что Где-то что-то Там как-то Или в семье Или на работе А может быть И на работе И в семье Оно Оно как-то Не складывается Жизнь Не удалось То что называется Вот я вижу Это так Поэтому Если вы Желаете Быть здоровыми То Наплюйте на всякие Вот эти разговоры Про ВИЧи Про СПИДы И так далее А займитесь Просто тем Чтобы Понимать Этот мир Его устройство То есть Ведать Знать о том Как жили наши предки Почему они не болели Если болели То почему это происходило И как они Оздоравливались Именно не лечились А оздоравливались Исцелялись Вот это все Необходимо понять И тогда вы поймете Что все болезни Так называемые Это всего лишь навсего Указания вашего организма На то Что вы что-то сделали не так И необходимо Что-либо поправить И тогда все Будет становиться на места По поводу консервантов Скажу Любой консервант Он на то и консервант Чтобы замедлить развитие Каких-либо живых организмов Неважно Это бактерия Грибок Это или что-то еще Он консервирует То есть Он не дает возможность Развиваться Какому-либо живому организму Но ведь В нашем желудке В нашем кишечнике Огромное количество Этих живых организмов И теперь Представляете Что происходит Когда туда попадает Консервант Он Замедляет Работу Этих живых организмов Бактерий Грибков Или что-то еще Вот То что плохое Замедлил Фиг бы с ними Но он же Замедляет Работу Хорошего И вернее Даже не дает А часто И подавляет Это все хорошее И потом Вдруг у человека Начинаются запоры Начинается Несварение желудка Начинаются Какие-то боли Вздутие И так далее И так далее И мало того Эти консерванты Они же проникают В кровь Они же разносятся Во все органы Они разносятся Во все Наши ткани И наши ткани Тоже подавляются Наши клетки Этих тканей Тоже подавляются Благодаря этим Консервантам Их действия Подавляются Они не так Нормально функционируют А ведь Любое Неправильное Функционирование Это ослабление А любой вирус Зловредный Любой грибок Зловредный Он как хищник В природе Нападает только На то Что ослаблено И теперь понимаете Что происходит Когда консервант Друг ослабил Ваш организм И после этого Вдруг И ослабил Вашу флору Грубо говоря Фауну В кавычках Которая жила В вас внутри Из которой вы состояли И туда попадают Здоровые Зловредные Вот эти вот Пакости Которые Питаются Вами Питаются Тем что вы едите И В конечном итоге Там вдруг Активируются Различные Кандиды Различные Дряни И вдруг Раз ни с того ни с сего Опаньки Онкология вылезла Опаньки Диабет появился Ой А тут еще что-то А тут еще что-то И начинают вас Лечить И лечат вас От чего Лечат вас Не от того Чем вы болеете А от той глупости Получается Надо излечиться Которую Из-за которой Вы заболели А лечат вас От чего угодно Но только Не от Тех проблем Которые реально есть К сожалению Таблетки От глупости Пока еще нет Вот это Вот самая Та проблема Которую Надо всем нам понять Просто Начинайте ведать Начинайте понимать Этот мир Понимать себя В этом мире Изучайте Наследие наших предков Это самое главное Ну что ж Давай заканчивать Нашу сегодняшнюю передачу Чем-то хорошим И добром Чем-то хорошим И добром Ну а как же А то напугали Тут шухера навели Надо что-то Пригладить Надо как-то это сказать Молодцы Вы Хорошие люди Добрые люди Вот слушали Сидели нас Терпели нас Столько время Надо что-то За ним сказать Хорошие добрые Хорошие люди Спасибо Да Не не спасибо Благодарю вас Что вы Выслушали Весь наш эфир Полный ужасов Вот И Мы В будущем Обещаем Ну по крайней мере Я от себя Обещаю Не менее Насыщенный Информатива Делать эфиры Вот Постараюсь Принести Еще какую-то Долю Еще ужасов Следующие эфиры Чтобы они были для вас Более познавательными Более такими Как бы Имели смысл И практическое руководство Определенное Ну а так Самое главное Лекарство Самое сильное лекарство В нашей жизни Которое может Исцелить нас От чего угодно Оздоровить Это радость Ощущение радости Когда человек Начинает его чувствовать Не сиюминутная радость Ощущение радости От какого-либо события А ощущать радость В сердце своем Постоянно В душе И жить с этим ощущением Вся жизнь его будет Наполнена радостью И Скажем так Внешние обстоятельства Жизни Не смогут сбить Волну человека Не смогут Уграть с радость С его сердца С его лица То такой человек Никогда ничем Не будет болеть Человек радостный Человек веселый Человек Пребывающий Постоянно в юморе В каком-то Задоре Такой человек Болеет Крайне мало И живет Гораздо дольше Но Я не имею ввиду Допустим Есть определенные Психопатологии Когда человек Вообще ничего не понимает Все время сидит Улыбается Радуется Нет Это неосознанная радость Я говорю Об осознанной радости Когда человек Живет осознанно Осознает свое место В системе мироздания Понимает Кто он Что он Откуда он пришел И куда он идет Вот Такой человек Сердце которого Наполнено радостью Никакие хвори Никакие недуги Его не возьмут И Даже более того Если Такой человек Даже Что-то К примеру Какая-то Внешняя среда Будет воздействовать На него В определенный период Негативно То ли уж съест Что-то нехорошее То ли Пойдет под радиацию Если Внутренняя составляющая Его не изменится То Эти вредные факторы Не окажут на него Никакого влияния Потому что по большей части Не по большей части А так и есть Мы всегда Сами Задаем себе Определенную программу На болезни И если мы поставим себе Намерение на здоровье Намерение на Долгую Счастливую В несколько кругов Лет жизнь То никакие болезни Нас не хватит Не возьмут И проживем мы ее Весело Счастливо В добре В радости В почитании предков Наших светлых богов Русских То Все будет хорошо Хорошо Благодарю тебя Благодарю Напомню Что у нас По одному Из современных Календарей 7 июня 2016 года Вторник По одному Из старинных 17 дней Месяца Ветров 7524 лета Пятница Мы говорили Про женское здоровье Главный Соведущий Рассказчик Захар Билинский Ари Радз Что тебе Земной Поклон Обещаю Своей стороны Что И впредь Буду Главным Главным Сотворцом На фабрике Монстров Которые Которые Будут Вас Пугать Постоянно Для того Чтобы Вы Наконец-то Стали задумываться Ёлы-палы А че ж так страшно Чего ж я Как и по-детски Так прям Сплю Писываюсь И кричу Ночью Вот Так вообще Вот то что ты сказал Это очень правильные Золотые слова Но надо понять Что радость Может быть Только в том Кто живет По совести В ладу с природой Свято чтя заветы Великие мудрых Наших предков И Зная свое Предозначение В этой жизни Но Это уже Как сказать Родовой канал И родовая память Что является Темой И другого Нашего эфира В котором Следует Рассказывать А как вообще Узнать свое Предназначение Как раскрыть Свой родовой канал И Свою Родовую Память Может быть Может быть До этого Мы дойдем Может быть Об этом Мы поговорим Главное Чтобы компания Была хорошая Добрая Потому что Именно В хорошей Доброй компании Всегда хочется Говорить хорошие И добрые слова Вот А на этом Нам в принципе Остается с вами Только попрощаться Пожелать вам Всего самого доброго И Вот сейчас Арират скажет вам До свидания До новых встреч И я тоже с вами Попрощаюсь До свидания До новых встреч Желаю вам Всего самого доброго С вами был Народное славянское радио Захар Билинский Арират И Алексей Орлов До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok